Иван Сергеевич Тургенев в воспоминаниях современников. В двух томах. Том 2. Москва. Художественная литература. 1983 год. Тургенев дома и за границей. Петр Дмитриевич Бабарыкин. Из воспоминаний. Петр Дмитриевич Бабарыкин. 1836-1921 годы. Писатель и журналист. Автор обширных мемуаров о литературной жизни России и Западной Европы. Познакомился с Тургеневым в 1863-1864 годах. В трудное для писателя время, наступившее после разрыва с современником и выхода в свет отцов и детей, которые подверглись критике и справа, и слева. В письме Каненкову от 28 сентября, 10 октября 1863 года Тургенев просит уведомить его, что за человек Петр Дмитриевич Бабарыкин, новый издатель библиотеки для чтения, и каков этот журнал под его редакцией. Тургенев, письма, том 5, страница 161. Прожив большую интересную жизнь, Бабарыкин знал и видел многих замечательных современников. Герои его мемуаров, выдающиеся писатели, художники, общественные деятели России и Западной Европы второй половины XIX и начала XX века. Герцен, Бакунин, Салтыков-Щедрин, Ренан, Лев Толстой, Антон Рубинштейн, Чехов. Тургенев занимает в этом ряду одно из значительных мест. Ему отведены страницы в книге Бабарыкина за полвека в очерке «У романистов. Парижские впечатления. 1878 год». Полностью посвящены Тургеневу три очерка, имеющие мемуарный характер памяти Тургенева. «Тургенев. Дома и за границей. 1883 год. Печальная годовщина. Из воспоминаний о Тургеневе. 1908 год». В 1864-1882 годах Бабарыкин встречался с Тургеневым и в России, и за границей. Они оба представляли русских писателей на Международном литературном конгрессе в Париже в 1878 году. Знакомство Тургенева с Бабарыкиным не прерывалось в течение 18 лет, но не перешло ни в товарищество, ни в доверительные приятельские отношения. По словам Бабарыкина, от Тургенева веяло холодком. «Я не помню, — рассказывает мемуарист, — чтобы он когда-либо и впоследствии при наших встречах имел обыкновение сколько-нибудь входить в наши интересы. Может быть, с другими писателями, моложе его, он иначе вел себя, но из наших сношений с 1864 по 1882 год я вынес вот такой именно вывод». Бабарыкин. Воспоминания. Том. Второй. Страница. Двенадцатая. Воспоминания о Тургеневе, написанные после его смерти, не содержат каких-либо новых фактов. В них и, прежде всего, это относится к очерку Тургенев дома и за границей, ценно другое. Стремление мемуариста передать масштаб личности Тургенева, ее редкое своеобразие. «Нам никак не следует забывать, — писал Бабарыкин, — что через Тургенева мы приходим в общение с самыми лучшими людьми образованного мира. Он один только из русских сделался достоянием всего старого и нового света. У немцев, у англичан, у американцев, не говоря уже о французах, он теперь свой человек. Популярность Тургенева основана на таких высоких мотивах, что в нем даже враги нашего Отечества видят выражение лучших сторон русской интеллигенции, самых светлых и двигательных упований нашего общества». Бабарыкин. Воспоминания. Том. Второй. Страница. Триста. Семьдесят первая. Мемуарный очерк «Тургенев дома и за границей» впервые опубликован в газете «Новости» и «Биржевая газета» 1883 год, номер 177, 27 сентября. Текст печатается по изданию «Петр Дмитриевич Бабарыкин. Воспоминания. Том. Второй. Москва. Художественная литература. 1965 год». Тургенев дома и за границей. Глава первая. «В Тургеневе, прежде всего, хотелось схватить своеобразные черты писательской души. Он был едва ли не единственным русским человеком, в котором вы, особенно если вы сами писатель, видели всегда художника-европейца, живущего известными идеалами мыслителя и наблюдателя, а не русского, находящегося на службе или занятого делами, или же занятого теми или иными сословными, хозяйственными и светскими интересами. Сколько есть писателей с дарованием, которых многообразованных людей в обществе знавали вовсе не как романистов, драматургов, поэтов, а совсем в других качествах. Про Тургенева же сказать это совершенно невозможно, по крайней мере, для всех, кто что-нибудь читал на своем веку. Просто человеком, русским барином, помещиком, охотником он бывал для простых людей, крестьян, местных обывателей на своей родине, или же в случайных столкновениях в дороге дома и за границей. Такое отношение к нему маскировало и в глазах людей чутких многохарактерных свойств, принадлежащих ему как типу, созданному и русской, и международной жизнью. У нас до сих пор мало разбирали людей, достигших известности в сфере литературы, науки и искусства с бытовой точки зрения. Первую попытку этого сделал когда-то в своих критических статьях покойный Аполлон Григорьев. Его интересовала родина различных писателей и поэтов. Он находил у земляков многие родственные черты творчества, склада ума. Мысль о значении в творчестве местностей, одна из краеугольных в эстетической концепции Аполлона Григорьева, была им развита в статье «Иван Сергеевич Тургенев и его деятельность» по поводу романа «Дворянское гнездо». Имея в виду отношение художника к природе, критик называет Тургенева, Фета, Полонского, Тютчева, Льва Толстого отзывами известной местности. Аполлон Григорьев, литературная критика, Москва, художественная литература, 1967 год, страница 246. Это родство заключается, конечно, и в них самих, в их характере, манере, внешнем типе. И в Тургеневе сказывался барин из центральной великорусской местности, поюжнее от Москвы. Кто знавал его и вместе с тем знаком был с графом Львом Николаевичем Толстым, тот, конечно, согласится, что они оба очень похожи по типу, а по тонну и складу речи их положительно можно было принять за родных братьев, хотя голос у них и не совсем был похож. Толстой также, если не родился, то обжился в местности из того же района. Тула и Орел по бытовой жизни близки между собою. Я употребил слово «барин», знаю, что оно сделалось почти бранной кличкой, но всякую тенденциозность мы оставим. Она должна уступить место правде, определению характерных особенностей, с чем бы они ни были связаны в глазах иного читателя, известное сословие жило несколько столетий не одними, только грубыми хищническими интересами и побуждениями. Оно было и главным носителем образованности вплоть до половины нашего столетия. Каждому, думавшему о законах психологической жизни, известно, какую роль играют преемственность и наследственность. Вот эту-то наследственность барского склада и можно было изучать в Тургеневе. Совершенно справедливо, что две трети жизни, проведенные за границей, совсем не обесцветили его в этом отношении. В целой тысяче иностранцев он всегда выделялся не одной только своей огромной фигурой и живописной головой, а манерой держать себя, особенным выражением лица, интонациями голоса. Такому голосу при подобной фигуре у иностранцев трудно сложиться. Он был бы непременно сильнее, гуще или жестче, вообще гораздо эффектнее. Звук остался чисто русский, слабоватый, более высокий, чем можно было ожидать от такого тела, и опять-таки барский, а не чиновничий, не профессорский, даже не литераторский. Если взять среднюю манеру говорить, петербургского журналиста за последние тридцать лет. Тургенев немного шепелявил, не так резко, как, например, покойный актер Шумский или Павел Васильев, но с прибавкой чуть заметного звука «с». Это недостаток тоже дворянский, а не чиновничий и не купеческий, но слабый голос и такая особенность произношения делали разговор Тургенева проще и привлекательнее. Иначе блеск его ума, художественная объективность и меткость определений выходили бы слишком красивы, стесняли бы собеседника своей старательной мастерской отделкой. Очертание головы в последние двадцать лет оставалось то же. Волосы и бороду Тургенев носил без перемены прически. Манера держать ее была также барская, но вся голова, особенно в последние годы, напоминала русские деревенские типы, благочинных, бурмистров, стариков, пчелинцев. И между родовитыми купцами попадаются такие лица. Народность в тесном смысле, то есть связь с крестьянским людям, сказывалась всего больше в некоторых особенностях лица, в складках лба, в бровях, в выражении посадки глаз, в носе, уже совершенно не имевшем ничего западноевропейского. И, несмотря на то, что руки и ноги у Тургенева были большие, походка замедленная и тяжеловатая, в нем жил настоящий барин, все приемы которого дышали тем, что французы называют изысканностью, с примесью некоторой робости. Вот эта душевная черта тоже чисто русская, я бы сказала, даже дворянски русская. Француз-писатель, да и всякий иностранец, если бы он наполовину столько жил на миру, как Тургенев, и достиг одной трети его репутации, давно бы утратил всякую робость. Ею надо было объяснить и ту сдержанность, кажущуюся суховатость тона, манеру говорить и руководить беседой, которые в Тургеневе многих приводили в недоумение. Но он очень легко сокращался, запирал для случайных собеседников ларчик, где у него лежало столько хороших интимных вещей. От чувства неловкости, навеваемого людьми или известным положением, местом, необходимостью играть роль знаменитого писателя, являлся и другой совсем тон, тот тон, который вредил Тургеневу в глазах радикальной молодежи. Но рядом с этим жило в нем всегда одно, тоже настоящее барское свойство. Это способность сразу человеку, малознакомому, говорить о таких обстоятельствах своей жизни, которые обыкновенно усиленно припрятываются. Меня черта эта поразила как раз в первый же разговор, который я имел с Тургеневым в 1864 году. Перед тем я к нему обращался письменно, как редактор библиотеки для чтения. Приехал он в Петербург, сколько я помню, осенью или зимой, и остановился в Отель-де-Франс. В 1864 году Тургенев приехал в Петербург 4-16 января и пробыл там до конца февраля, начало марта. Повод моего визита был редакторский, просить его дать что-нибудь журналу. Мне памятны все подробности. Небольшая комната с камином, костюм его, синяя визитка по тогдашней моде, диванчик, на котором мы сидели слева от входа, и с темненькой передней. «Вот видите», — сказал он мне, — «я ничего вам не могу обещать, потому что теперь я поканчиваю свою деятельность». Это, конечно, не могло меня не изумить. Припомню, что тогда Тургенев еще испытывал удручавшие его впечатления отцов и детей на молодую русскую публику. Об этом в первом томе настоящего издания воспоминания Панаевой, Чернышевского, Елисеева и Водовозовой. Но никакого особенного раздражения я в нем не видал. На эту тему он не сказал ни одного слова. Объяснение его было гораздо проще, и вот в нем-то и сказалось это свойство не утаивать даже деликатных вещей из своей жизни даже перед человеком, являющимся к нему в первый раз. — Сочинять, — продолжил он, — я никогда ничего не мог. Чтобы у меня что-нибудь вышло, надо мне постоянно возиться с людьми, брать их живьем. Мне нужно не только лицо, его прошедшее, вся его обстановка, но и малейшие житейские подробности. Так я всегда писал. И все, что у меня есть порядочного, дано жизнью, а вовсе не создано мною. Настоящего воображения у меня никогда не было. И вот теперь случилось так, что я поселился за границей. Без всякого колебания или многозначительной паузы, он добавил, «Жизнь моя сложилась так, что я не сумел свить собственного своего гнезда. Пришлось довольствоваться чужим. Я буду жить за границей почти безвыездно. Стало быть, прости, всякое изучение русских людей. Вот почему я и не думаю, чтобы написалось у меня что-нибудь. Надо на этом поставить крест». Когда я ему заметил, что невероятно такое писательское самоубийство, что, наконец, он сам не выдержит, заскучает по работе, «Кое-что буду писать», — сказал он. «Вон сколько лет мечтаю о том, чтобы сделать хороший перевод Дон Кихота. Буду собирать свои воспоминания. Что ж делать?» Мысль перевести Дон Кихота Сервантеса на русский язык возникла у Тургенева еще в 1857 году. В другой раз, и уже незадолго до смерти, в 80-м году, он меня опять поразил своей откровенностью, хотя в то время мы уже были в отношениях довольно близкого знакомства, и я из молодого человека превратился в человека зрелых лет. Это было в 1880 году, после московских и петербургских оваций, о которых я поговорю ниже. Увидался я с ним проездом за границу. Мы его поджидали в Москву в конце апреля или начале мая, но он выехал из Парижа гораздо позднее, а в Петербурге был задержан сильнейшими припадками подагры. В 1880 году Тургенев приезжал в Москву дважды — 24 мая 5 июня и 10-го 22 июня. Останавливался он, как известно, в последнее время в меблированных комнатах на углу Невского и Малой Морской. Я вошел на крыльцо, а Тургенев спускался с трудом, даже, сколько я помню, на одном костыле от себя. У подъезда стояла карета. Он мне рассказал, что это его первый выезд после двухнедельного сидения в комнате. Надо сделать несколько визитов. Совестно ни у кого не мог еще быть. И тут на мой вопрос, что его задержало, он ответил мне такой подробностью, которую я не имею права передать здесь, но еще более показавший мне, что в нем в известные минуты сидела настоящая барская откровенность, иначе назвать не могу, которой вы не найдете у людей другого типа, как бы они ни были просты, искренни и смелы. Известных вещей они не скажут о той щекотливости, которой в Тургеневе не было относительно себя. Прибавлю маленькую подробность, не относящуюся прямо к этой характеристике. Сойдя с лестницы, он попросил зайти вместе с ним в магазин известного токаря Александра, помещающийся в том же доме, чтобы выбрать себе табакерку. «Стал нюхать», — говорил он мне с улыбкой, — «как старухи у нас толкуют, для глаз хорошо». Вообще, несмотря на подагру, он был в очень милом настроении и передавал мне, как сидя дома, пристрастился к картам, собирал у себя двух-трех приятелей, из которых один оказался неудобным по своей горячности и манере ругать партнеров». Глава вторая В среде иностранцев, особенно французов, я всего больше и видал его с ними, Тургенев, сохраняя свой народный барский тип в манере говорить, в тоне, превращался гораздо больше в общий европейца, чем большинство русских. Это происходило главным образом от того, что он употреблял новейший, несколько жаргонный парижский язык. У других, например, у Герцена, несмотря на его долгие скитания, самый звук, когда он говорил по-французски, был чисто московский до самой смерти. У Тургенева не только выбор выражений, отдельные слова и словечки, но и интонации отзывались новейшим Парижем. Он слишком много жил с французскими писателями, артистами и светскими людьми, чтобы на него не отлинял их язык. И вообще, мне кажется, на грунте несомненной своеобразности как русского писателя и человека у него было в житейском обиходе множество заимствованных приемов. Не нужно забывать и того, что Тургенев предавался разным видам любопытства. Был охотник, шахматный игрок, знаток картин, страстный меломан, и по всем этим специальностям он имел приятелей иностранцев. В их кружках неизбежно приобретал он известного рода пошип речи и манер. Немца или человека, удержавшего в себе какие-нибудь хотя бы внешние влияния немецкого быта, манер, тона, я в нем решительно ни в чем не замечал в течение восемнадцати лет. А между тем, не дальше как несколько месяцев тому назад, я признаюсь, был не особенно приятно настроен, прочтя случайно маленькое предисловие Тургенева к метавскому изданию его переводов, где он называет Германию своим вторым отечеством. В предисловии к немецкому переводу «Отцов и детей» Тургенев писал, «Я слишком многим обязан Германии, чтобы не любить и не чтить ее, как мое второе отечество». Карлсруэ, 1869 год. А также Тургенев сочинение, том пятнадцатый. То же он высказывал и по-русски в своих воспоминаниях, но там это как-то смягчается, и, вероятно, когда он уходил в самого себя и обозревал историю своего умственного развития, то признавал тот несомненный факт, что немцам, их университетам, их литературе, философской всесторонности, эрудиции он обязан тем, что стал настоящим европейцем, по своим идеям, стремлениям и вкусам. Но, повторяю опять, немецкий склад жизни, ума и вкусов на него резким образом не отлинял. Не было этого и тогда, когда он жил в Баден-Бадене, где мне привелось посетить его. Бабарыкин посетил Тургенева в 1868 году. Об этой встрече с писателем он рассказал в девятой главе книги «За полвека». Петр Дмитриевич Бабарыкин. Воспоминания о том второй странице с восьмой по пятнадцатую. Напротив, в Баденской своей вилле Тургенев смотрел настоящим туристом, полуфранцузом, полурусским, ничего не имеющим общего с туземным населением и местностью, кроме своей страсти к охоте. А в Шварцвальде по этой части порядочное раздолье. Я позволяю себе высказать ту мысль, что у Тургенева была платоническая любовь к немецкой умственной культуре, сохранившаяся как реликвия молодости, но в плоть и кровь его она нисколько не вошла. Да и стоит только перечитать его романы, повести и рассказы, чтобы найти то здесь, то там резкое отношение к немцу, к жестоким свойствам его характера, к его смешным сторонам, наконец, к его отсталости по удобствам и вкусу, к его невозможной кухне, так едко описанной Тургеневым в «Вешних водах», за что немцы довольно долго на него дулись и до сих пор не могут ему забыть этих строк. В «Вешних водах», создававшихся после окончания франко-прусской войны, были сильны антипрусские тенденции. Как проглотят немецкие читатели господина Клюбера и прочие неприятности, сказанные их расе, беспокоился Тургенев, узнав о предстоящем переводе повести на немецкий язык. Тургенев, письма, том 9, страница 226. Случалось и мне слышать его разговоры с немецкими писателями. Он был необыкновенно хорошо знаком со всем, что составляет духовное достояние Германии, прекрасно говорил по-немецки. И из всех мне известных русских писателей «Он только овладел всесторонне знакомством с немецкой образованностью». Об отношениях Тургенева к немецким писателям в воспоминаниях Питча. Но все это было само по себе. Оно не накладывало печати ни на его привычки, ни на его разговор, не давало ему никаких исключительных немецких пристрастий. Прибавлю, однако, что в Тургеневе искреннее признание всех достоинств немецкой нации делало его не только беспристрастным, но и безусловным сторонником немцев во всем, чем они выше нас. Каких-нибудь выходок в русском вкусе насчет немчуры, вероятно, никто от него не слыхал, иначе как разве в каких-нибудь шутливых, забавных рассказах. К французам Тургенев вплоть до переселения в Париж относился, правда, немножко брезгливо. Можно даже сказать, что он не любил их. Очень хорошо припоминаю свой разговор с его ближайшим приятелем по поводу переселения Тургенева с семейством Виардо из Баден-Бадена в Париж. Переселение это было сделано из патриотизма. Виардо и его жена не хотели оставаться у пруссаков. Продали, так же, как и Тургенев, свои виллы, переменили совершенный образ жизни и поселились на постоянное житье в Париже. «Да, бедный Иван Сергеевич», — говорил мне его приятель, — «должен теперь сидеть во Франции, а ведь он до французов куда не охотник, и весь-то склад жизни в Париже ему не по душе». Это говорилось, как вещи, давным-давно известные всем, кто близок с ним. Но патриотизм, семейство Виардо, последствия франко-прусской войны, падение Второй империи и новый режим, множество живых связей с писателями и политическими людьми Франции, симпатии и вообще уважение, чуткость французов и, в особенности, парижан, к таланту и ко всему, чем, по Тургеневскому выражению, красится и возвышается жизнь, сделали то, что в конце 70-х годов никто бы уже не сказал про Тургенева, что он не любит французов и живет скрипя сердце в Париже и Бужевале. Нельзя было этому не порадоваться. В начале франко-прусской войны Тургенев был положительно на стороне немцев, что он и выразил в нескольких корреспонденциях, напечатанных в тогдашних петербургских ведомостях. Имеются в виду корреспонденции о франко-прусской войне, публиковавшиеся в Санкт-Петербургских ведомостях в августе-сентябре 1870 года. Тургенев сочинение, том 15. Убежденный противник наполеоновского режима, Тургенев был сторонником поражения Франции и Наполеона III в войне с Германией. На французскую литературу, на роман он смотрел сходячий в 60-х годах русско-немецкой точки зрения. Говорю это неголословно. Стоит только заглянуть в его большое предисловие, написанное в Баден-Бадене, к переводу какого-то романа его знакомого, Максима Дюкана, появившегося в издании госпожи Ахматовой. Речь идет о предисловии Тургенева к роману французского писателя Максима Дюкана «Утраченные силы», 1868 год. Тургенев сочинение, том 15. Но прошло несколько лет, и мы находим Тургенева в Париже другом реалистов, почитателем Флобера, который, заметим, был уже великим романистом с 1857 года, покровителем Золя, Нестором на их обедах и вечерах, человеком, который уже искренне ставил французскую билетристику выше всей остальной заграничной литературы романа. О взаимоотношениях Тургенева и Флобера в воспоминаниях Ковалевского «Фори», а также работы Заборова и Мостовской в сборнике «Тургенев и его современники. Ленинград, 1977 год». Страницы со 129 по 136, а также со 154 по 161. В очерке у романистов Бабарыкин более подробно пишет о Тургеневе «Покровители Золям». Тургенев добыл для Золям постоянную работу в «Вестнике Европы» с ежемесячным определенным содержанием, что позволило автору «Ругон Макаров» освободиться от тисков своего издателя. Бабарыкин. Воспоминания. Том 2. Страница. 188. Золя на всю жизнь сохранил благодарность к Тургеневу. Я не забуду, что это он, так сказать, представил меня России в 1875 году в самый решительный момент моей литературной баталии. Ни одна газета не давала мне места. Я голодал. Меня грязнили со всех сторон. И вот тогда-то он ввел меня в эту великую Россию, где с тех пор полюбили меня. Этот отзыв о Тургеневе записан со слов Золя французским журналистом Жюлем Гюре. Новое время, 1893 год, 28 октября, 9 ноября, номер 6346. Золя сотрудничал в «Вестнике Европы» в течение пяти лет. Здесь были опубликованы его статьи под общим названием «Парижские письма» и романы проступок Аббата Мурре, 1875 год, номера с первого по третий, его превосходительство «Эжен Ругон», 1876, номера с первого по четвертый. С развитием жанра романа писатель связывал расцвет литературы. Тургенев, по словам его современника, известного французского критика и исследователя литературы Поле Бурже, питал религиозное чувство к искусству романиста. Он видел в нем все будущее современной литературы. «Литературное наследство», том 76, страницы, 700-701. Он нашел даже время и охоту, несмотря на частые припадки подагры и любовь к досугу, перевести три повести Флобера. Тургенев перевел две повести Флобера, легенду о святом Юлиане Милостивом, католическая легенда о Юлиане Милостивом, и Иродиаду, «Вестник Европы», 1877, номера четвертый-пятый. Говоря о трех повестях, якобы переведенных Тургеневым, Бабарыкин, возможно, имел в виду «Песнь торжествующей любви», оригинальное произведение писателя, посвященное Гюставу Флоберу. Из молодых писателей-реалистов он чрезвычайно высоко ставил Мапассана. Мне лично несколько раз говорил о нем, как говорят только о самых крупных талантах, называя некоторые его рассказы шедеврами. Так оно и должно было случиться, и мы все, кому дороги успехи художественного творчества, не можем этому не радоваться. Париж и Франция взяли свое и вытравили осадок русско-немецких предубеждений, какие целых 20-30 лет жили в Тургеневе. Оставался только у него его правдивый, аналитический взгляд на разные отрицательные свойства французского характера, на сухость, чувственную испорченность, тщеславие, иногда жестокость, на весь склад буржуазного житья. Но такое правдивое отношение к Франции и французам имеют очень многие друзья этой нации, даже и не так давно, и не так долго жившие среди французов, как Тургенев. Глава третья Этот русский тонкий европеец, несмотря на то, что у него было хорошее дворянское состояние, прожил свой век больше на биваках, во временных квартирах и в таких же временных собственных домах, совершенно так, как Герцен. Тот умер в меблированных комнатах на Рюде-Револи, а в Рюде-Амстердам у него стоял собственный дом. И Тургенев умер в павильоне дачи «Ле Франц», которой владелица объявила своей собственностью вплоть до последнего стула его спальни, а его назвала в своем встречном иске «жильцом, не имевшим будто бы никакой движимой собственности». Тургенев завещал по линии Вярдо все свое движимое имущество. Арзуманова, завещание Ивана Сергеевича Тургенева, Тургеневский сборник «Орел», 1960 год, страницы с 264 по 286. Такое же сходство с Герценом по части собирания книг, составления библиотеки. Не знаю, есть ли в усадьбе Спасского-Лутовинова обширная библиотека, но в Баден-Бадене и в Париже я не помню у Тургенева книгохранилище настолько крупного, чтобы оно занимало, например, целую залу или просторную комнату. Парижская библиотека Тургенева насчитывала свыше двух тысяч томов. Алексеев, по следам рукописей Тургенева во Франции, «Русская литература», 1963 год, номер 2, страницы 56-57. В обстановке Тургенева даже в изящной Баденской вилле чувствовался холостяк. Кабинет был узкий, суховато отделанный, совсем не наполненный множеством вещей, которые накопляются в комнатах семейного и домовитого человека. Хозяин только известные часы сидел у себя, а настоящим-то образом жил рядом у своих друзей. Парижскую обстановку Тургенева я описывал, и кто поинтересуется, заглянет в очерк у романистов, напечатанный в слове. Относится он к лету 1878 года, когда мы съехались на литературный конгресс. Размеры комнат, простота отделки показывали нетребовательность в человеке богатом, барски воспитанном и в то время уже болезненным. Кто бы другой согласился, страдая подагрой, каждый день подниматься в верхний этаж и слушать с утра часов с десяти рулады и сольфеджии учениц госпожи Виардо, доносившиеся в спальню и кабинет его звонко и раздирающе. Москвичи в таких случаях говорят «точно пролито». Не знаю, как было и работать в таких условиях. От одной искренне преданной покойному русской артистки я слышал рассказы насчет других сторон домашнего комфорта, прямо показывающие, что Тургенев был крайне невзыскателен. Эта холостая простота не мешала ему держаться многих чисто европейских привычек в туалете, в еде, в разных деталях нероскошного комфорта. Тонко поесть он любил, и в Париже охотно ходил с знакомыми завтракать и обедать в рестораны, знал, какой ресторан чем славится. Все это без русских замашек угощенья платил свою долю по-товарищески и вообще на такие вещи денег не любил бросать. Насмешка судьбы сделала его данником подагры, а вина он почти не пил. В русской еде выше всего ставил икру и всегда повторял, когда закусывал зернистой икрою, весело озираясь. Вот это дело! У себя дома Тургенев принимал всех, я говорю о писателях, в ровном настроении, с тем оттенком вежливости, которые теперь иным не нравятся, но сейчас же, при первом живом вопросе, делался очень сообщителен. Таких собеседников из русских людей его эпохи было всего-то два-три человека, и в том числе Герцен. Но Тургенев имел свою особенность. Умение изобразительно-художественной беседы, беспылких тират и проблесков чувства или негодования, но с редким обилием штрихов, слов, определений, жизненных итогов и взглядов на всевозможные стороны литературной и бытовой жизни, на людей, книги, картины, пьесы, русские и западные порядки. Не нужно скрывать и того, что он при всем своем мягком нраве, доходившем до слабости, бывал иногда весьма ядовит в беседах, рассказах и письмах. Это свойство вошло и в его произведения, в романы и воспоминания. Овладевать общим разговором он мог так, что сейчас же начинался его монолог и мог длиться несколько часов сряду. Завтракать или обедать с ним вдвоем было истинным наслаждением. До такой степени щедро осыпал он вас всем, до чего вы только касались в ваших расспросах и замечаниях. Так содержательно, тонко, правдиво и колоритно рассказывать умел только он. Придирчивый человек заметил бы, разве то, что в Тургеневе собеседники и рассказчики, как в артисте на сцене, всегда чувствовалась забота о форме. Но все это исчезало в публичных сборищах, на больших обедах, как только нужно ему было подняться с места и связать несколько фраз. Никто не поверит, кто слыхал его в гостинах, до какой степени он терялся. Целую неделю сидел я рядом с ним за бюро Конгресса литераторов. Чтобы сказать три-четыре слова, вроде «Мсье Икс имеет слово для предложения от английской делегации», он нанизывал, путаясь, множество ненужных слов и вообще, как председатель, выказывал трогательную несостоятельность. Всякий теперь знает, как иностранные писатели преклонялись перед ним. Держался он между ними величаво, но говорил всегда крайне мягко, а в речи своей на митинге, в театре, даже уж слишком прибеднился за нашу литературу перед Западом. О Тургеневе участники Международного конгресса в воспоминаниях Ковалевского. Та же неловкость, когда нужно было говорить в публике, овладевала им и в России, даже в тот приезд, когда нежданно для него самого пылились на его серебристую голову приветствия и теплые речи профессоров, писателей, студентов и курсисток. О торжественных встречах Тургенева в Москве и Петербурге в 1879 году во время его пребывания в России с 9-го, 21-го февраля по 21-е марта, 2-е апреля в «Воспоминаниях» Ковалевского. Светлее и радостнее этого времени в его писательской карьере не было, и внутреннюю свою радость Тургенев проявлял особенно мило, без рисовки, с тихим умилением, стыдливо и достойно. Теперь уместно припомнить еще раз ход этих оваций. Зародились они в Москве в кружке молодых профессоров, к которому примкнуло несколько человек писателей и адвокатов. На интимном обеде профессора Ковалевского мы в первый раз приветствовали Тургенева. Заметка появившаяся в русских ведомостях о том, что на ближайшее заседание общества любителей словесности ждут Тургенева заинтересовало всю мыслящую московскую публику. Заметка Бабарыкина появилась в русских ведомостях в номере 42-м 17 февраля 1879 года. Когда Тургенев вошел, все встали, захлопали и закричали. Менее восторжный, но вроде этого прием был ему оказан и в Петербурге в начале 70-х годов на литературном утре в клубе художников. Литературно-музыкальное утро в петербургском клубе художников состоялось 27 февраля старого стиля. Тургенев читал Бурмистра. «Должен сознаться, что никогда еще я не был предметом таких, простите мне это слово, оваций», писал он Полине Виардо о встрече, устроенной ему слушателями. Тургенев письма, том 9-й страницы, 30-е и 369-е. Но в физической аудитории Московского университета схор обратилось к нему студенчество. Слушал он речь студента, смущенный, тронутый, с закрытыми глазами и опущенный вниз головой. Имеется в виду речь студента Викторова, о ней в воспоминаниях Ковалевского. На обеде, данном потом в Эрмитаже по подписке, Тургенев сидел между Писемским и Островским. Его европеизм блистал между ними ярко, привлекательно и говорил, что одного таланта недостаточно, чтобы быть обаятельным носителем идей и стремлений своей эпохи и нации. К торжественности никакой такой обед не располагал его. Говорить он все-таки не мог, а читал в антрактах же между тостами, за закуской, за кофеем, привлекал своей изящной простотой и уже совершенно русской ласковостью и товарищеским тоном веселого минутами мужского разговора. Прощальный обед в Эрмитаже в честь Тургенева состоялся 6-го, 18-го марта 1879-го года. Считаю жеманством и лицемерием не сказать, кстати, и того, что Тургенев был весьма не прочь рассказать историю во вкусе рабле и делал это мастерским. В нем в таких случаях сидел настоящий барин 18-го века, да и вообще идеализм его повестей, оттенок чувствительности и сладкой эллигичности почти совсем не являлся в его беседах. Иностранец, не читавший его, никогда бы не подумал в иной веселый вечер или обед, что перед ним автор Якова Пасынкова или Дворянского Гнезда. Под этим отсутствием чувствительного тона таилась, быть может, известного рода стыдливость, даже немножко ложный стыд, очень знакомый нашим отцам. Стыдлив в обнаружении своих душевных волнений, Тургенев был настолько, что раз, говоря со мной о работе с секретарем, о диктовке, заметил, я и больной никогда не пробовал диктовать, как же это, иногда ведь взволнуешься, слезы навернутся, при постороннем совестно станет. Такую же стыдливость и тонкую оценку красоты и грации выказывал Тургенев и к женщинам. Привязанность к одной особе взяла у него всю жизнь, но не делала его нечувствительным к тому, что немцы называют «дас эвеге вайблехе» — «вечно женственное». Лучшего наперстника, советника, сочувственника и поощрителя женщин, их таланта и ума трудно было и придумать. Способен он был и стариком откликнуться на обаяние женского существа. В Петербурге в зиму овации я был в числе других гостей свидетелем шутливого разговора Тургенева с одной из своих поклонниц. Он ходил по комнате утомленный, без голоса и вдруг говорит «Ах, если бы мне лет десять с костей, я бы в вас ужасно влюбился?» «А вы попробуете теперь», ответили ему «Право можно». Не только женщинам, но и мужчинам он всегда здоровый на досуге, занятый или в постели, отвечал на каждое письмо по-европейски, иногда кратко, иногда обстоятельно, но всегда отвечал. Это в русском человеке дворянского происхождения великая редкость, потому-то его корреспонденция и будет так огромна. В ней окажется много писем без особенного интереса для его личности. Эти тысячи ответов покажут, как человечно и благовоспитанно относился он ко всем, кто обращался к нему. О двух наших последних встречах в Петербурге в 1880 году и в Париже в 1881 году она была самой последней я уже рассказывал. В том, что я набросал здесь, мне хотелось восстановить выдающиеся черты человека своей эпохи. Есть еще сторона для нас писателей высокого интереса. Тургенев, как мастер-художник, в своих беседах о работе, творчестве, приемах, направлениях вкуса. Об этом в другой раз. Елисей Яковлевич Колбасин из воспоминаний об Иване Сергеевиче Тургеневе. Елисей Яковлевич Колбасин 1833-1885 годы, журналист, сотрудничавший в Современнике, познакомился с Тургеневым в 1850-51 годах. Начинающий еще очень молодой литератор с глубочайшим уважением и восхищением относился к известному уже тогда писателю. Более всего я жаждал познакомиться с Тургеневым и Некрасовым, писал он позднее в своих воспоминаниях. Современник, 1911 год, номер восьмой, страница 222-я. Во время частых отъездов Тургенева за границу Елисей Яковлевич Колбасин, который стал своего рода секретарем писателя, исполнителем его поручений, отправлял ему подробные письма, в них он сообщал о событиях русской литературной жизни, а с сентября 1856 года эти письма превратились в своеобразные документальные хроники. Сам Тургенев называл их ежемесячными отчетами и рассматривал как обычную литературную работу, за которую выплачивал Колбасину гонорар. Шелгунова вспоминает, увлекающийся Тургенев страшно носился с этим Колбасиным, еще молодым человеком, и предсказывал, что из него выйдет гениальный человек. Тургенев всегда и горячо приветствовал начинающих писателей. Шелгунов и Шелгунова Михайлов Воспоминания том 2 Москва художественная литература 1967 год страница 89 Колбасин был автором небольших билетеристических произведений, печатавшихся в современнике библиотеки для чтения Атенеи очерк Академический переулок библиотека для чтения 1858 год август он посвятил Тургеневу. Воспоминания Елисея Яковлевича Колбасина единственное свидетельство современника о встрече Тургенева с Чарльзом Диккенсом в 1859 году. Существует предположение Аненкова, что Тургенев познакомился с английским романистом только в 1863 году в Париже на диккенсовских чтениях. Но нет основания не доверять Колбасину. Почти все, о чем он вспоминает, подтверждается письмами Тургеневым. И сама поездка в Лондон, и визит к Герцену, и переданный со слов Тургенева рассказ о торжественном обеде в обществе английского литературного фонда, на котором присутствовал английский историк Томас Карлейль. Кроме опубликуемого в настоящем издании мемуарного очерка, Колбасин на склоне жизни написал воспоминания тени старого современника. Современник, 1911 год, номер восьмой страницы, 221-240, где несколько иначе оценивает Тургенева, отдавая должное талантливости, знанием, авторитету Тургенева, мемуарист всецело принимает сторону Некрасова, Чернышевского и Добролюбова в их конфликте с Тургеневым. Воспоминания Елисея Яковлевича Колбасина о поездке с Тургеневым в Англию были впервые опубликованы в газете «Одесский вестник» 1885 год, номер 103, за 9 мая. Печатаются по тексту первой публикации. Расскажу одну из моих поездок в Лондон вместе с Тургеневым. Это было в 58-м или 59-м году. Я жил тогда в латинском квартале, столь известном всей русской молодежи прежней и нынешней. С Тургеневым я виделся по нескольку раз в неделю. В один день ко мне вошел Иван Сергеевич и, не снимая шляпы, озабоченно произнес «Хотите, поедем завтра в Лондон?» Я стал отказываться, говоря, что в данную минуту могу располагать только тремя стами франков. В те благодатные времена на наш бумажный рубль давали четыре франка и несколько сантимов. «Этого будет слишком достаточно», сказал Тургенев. «Собирайтесь без замедления и не пропускайте случая увидеть туманный альбион». На другой день мы выехали из Парижа по направлению к Булоне, где пересели на английский пароход. Елисей Яковлевич Колбасин и Тургенев выехали 20 мая 1 июня 1859 года. 9 21 июня 1859 года Тургенев писал Маркович. «Я ездил в Лондон, пробыл там неделю, и каждый день видел Герцена. Я возил к нему Колбасина, тот чуть не сошел с ума от восторга». Тургенев письма, том 3, страница 303. Всю дорогу Тургенев был по обыкновению любезен и весел. Много рассказывал смешных анекдотов о себе и о других литераторах. Это было в июле месяце, и погода стояла светлая и жаркая. Но переезжая Ла-Манш, наш маленький пароход испытал такую громадную качку, что решительно всех укачало, кроме капитана и Тургенева, балансировавшего посреди палубы и закутанного в огромный черный плащ. ла-Манш, «Меня раздражают эти фланелевые люди», отвечал он, «посмотрите, что за суконные лица, такие выполированные и холодные, как их резиновые калоши». Я смеялся, а он раздражался все более и более и по своему обыкновению представлял все, очевидно, желая запугать меня, в преувеличенном виде. В подобных разговорах мы доехали до Лондона и, катясь в щегольском экипаже по улицам его, Тургенев полусерьезно, полушутя, произнес, «Вы упрямый хохол, но не забывайте, что с тех пор, как мы ступили на английскую территорию, на вас и на меня смотрят здесь не больше не меньше, как на обезьян». Так англичане думают обо всех иностранцах и только французов считают за полу людей. «Ко всевозможным превратностям и бедствиям, которые посыплются на наши несчастные головы?» Мы подъехали к одному огромному дому, Тургенев проворно выскочил из экипажа, переговорил с блестящим швейцаром и воротился ко мне с пасмурным лицом. «Первая неудача!» — воскликнул он. «Это еще цветочки, а ягодки впереди!» Мы имели рекомендательное письмо от госпожи Виардо к одному английскому семейству, где мы могли с удобством остановиться, но оказалось, что хозяйка его куда-то уехала из Лондона. Мы отправились в отель, мрачный и не штукатуренный снаружи, как почти все лондонские дома, и залитый светом внутри. Нам отвели такую комфортабельную комнату, какой лучше нельзя было желать. Мне все нравилось, но Тургенев не унимался. «А это что?» произнес он, указывая на книгу, лежавшую на мраморном ночном столике. Я взглянул, это была английская Библия. «А вот и другая на моем столике», произнес он. «Ведь я, быть может, магометанин и хочу читать Коран». На другой день мы проснулись поздно и по великолепной лестнице спустились в обеденный зал. Я продолжал оставаться к досаде Тургенева в идиллическом настроении. Все мне нравилось и вкусный чай с разнообразными печеньями, и тоненькие стальные рельсы, вделанные в полу, по которым ловко подкатил к нам стол с вставленным во всю ширину его колоссальным блюдом, где красовался чудовищных размеров ростбив. Наши соседи, сидевшие за столом, ели молча и не проронили ни одного слова. Какие свинтусы, ворчал Тургенев, запихаться с утра мясом и с какой важностью точно они священно действуют. Очень похожие воспоминания о том, как раздражали Тургенева некоторые черты английского быта, чисто английский педантизм оставил Сологуб. Сологуб воспоминания Москва 1931 год страницы с 445 по 448. После утреннего чая Тургенев отправился к Диккенсу, с которым он был в весьма близких отношениях, но часа через два вернулся с печальным видом. Точных сведений о времени знакомства Тургенева с Диккенсом не существует. Когда завязывались его знакомства с деятелями английской культуры 1857 год, он, видимо, еще не был представлен Диккенсу. «Я был в Англии», писал Тургенев, и благодаря двум-трем удачным рекомендательным письмам сделал множество приятных знакомств, из которых упомяну только Карлейля, Текеррея, Дизраэли, Макколея. Тургенев, письма, том 3, страница 123. Возможно, что Тургенев впервые встретился с Диккенсом в следующем 1858 году, когда приезжал в Лондон как почетный гость Общества Английского Литературного Фонда. В мартовском номере журнала Диккенса «Хаусхолдбернс» «Вседневное слово» за 1855 год были опубликованы в сокращенном переводе несколько очерков из записок охотника «Бурмистр», «Льгов», «Петр Петрович», «Каратаев», «Певцы». В 1862 году Тургенев посылает Диккенсу французское издание «Записок охотника» в переводе «Делаво» 1858 год с дарственной надписью Чарльзу Диккенсу от одного из его самых больших почитателей. В 1869 году Тургенев просил своего друга Рольстона послать Диккенсу дворянское гнездо в английском переводе «Рольстона». «Еще неудача», произнес он «Диккенса видеть-то я видел, но застал совсем расстроенного, и слов его я заметил, что у него случилось семейное горе. Представьте себе, этот прекрасный человек был также и редкий супруг, а теперь разводится со своей женою, не постигая, что могло произойти у них после столь долгих и счастливых лет супружества. Нам обоим так было жутко, что я поспешил скорее уйти от него». Тургенев был, видимо, расстроен от такой неожиданности с любимым человеком, поэтому он целый день никого не посещал и показывал мне Лондон, который он знал как свои пять пальцев. Между прочим, показал мне улицу Голых. Это страшная улица, по которой возможно пройти только днем. Тут я в первый раз увидел ужасающий пролетариат Лондона. Выпускаю печальные подробности и скажу только, что когда Тургенев дал несколько монет одной почти ногой женщине, то она с безобразными кривляниями скатилась в подвальный кабак, а мужчина такой же испитой и в таком же истерзанном виде что-то громко крикнул и поднял на нас кулак. Тургенев поспешил потащить меня вперед и сказал, знаете ли, что он говорит, какой черт носит этих разжиревших джентльменов смотреть на голодных людей? Вот вам просвещенные мореплаватели среди роскошной столицы терпят такую улицу, прикрываясь будто бы гуманным и свободным принципом не вмешиваться в частную жизнь. На следующий день Иван Сергеевич повез к Александру Ивановичу Герцену, к старому своему приятелю, с которым он был на ты. Герцена я увидел в первый раз. Он был в ту пору в цвете сил и здоровья среднего роста, с красивой головой, с пышными волосами и бородой, с открытым белым лбом, во всю длину которого проходили две-три морщинки. И при этом ясные быстрые глаза, маленькие белые руки и стремительные, но грациозные повороты всей его фигуры делали сразу на вас впечатление человека в высшей степени пылкого и жизненного. Спустя некоторое время из боковой двери вышел поэт Огарев. Герцен спешил нас познакомить, но я заметил, что мы с Николаем Платонычем давно знакомы еще по Петербургу. Об одном из визитов Тургенева и Колбасина к Герцену вспоминает Тучкова Огарева в первом томе настоящего издания. Герцен также писал об этих встречах 31 мая 12 июня 1859 года. Был здесь Тургенев. Все так же умен и ужасно тешил нас рассказами. Герцен том 26 страница 273. Не правда ли Огарев переменился, весело воскликнул Герцен, обращаясь к нам. Теперь уж он, батюшка, не пьет, кроме одной рюмочки, и оставил замашки бывшего барина-помещика, благо у вас теперь в Питере затевают освобождение крестьян. Отличное дело, давно пора. Огарев представлял совершенный контраст к Герцену. Вялый, рыхлый и вечно задумчивый. Он медленно произносил слово за словом, как бы думая о чем-то другом. Впоследствии на мои замечания по этому поводу Тургенев сказал, «Такова сила большой любви. Она всегда ослепляет человека. Герцен ставит его выше всех, и даже не дурную его поэму юмор считает лучшим произведением русской поэзии». Поэма Огарева «Юмор» была издана в Лондоне в 1857 году с предисловием «Герцена». Первые две части. Беседа между старыми приятелями завязалась самое оживленное и интересное. Говорили о многом, и, между прочим, когда Огарев сонно сказал, отчего петербургские газеты доходят до них так медленно и пишутся также пестрым языком, Герцан живо добавил «Вот кому я отрубил бы пальцы, это петербургским фельетонистам. Эти молодцы просто коверкают русскую речь, без всякой надобности вставляют иноземные олиповатые слова «эмоция», «пертурбация» и тому подобное. По-моему, из русских писателей лучше всех язык у тебя Тургенев и у Лермонтова. Иван Сергеевич сконфужен опустил голову, хотя знал, что Герцан в глаза и за глаза режет правду матку. «Вот видишь, Герцан», сказал уходя Тургенев, «я каждый год приезжаю к тебе с визитом аккуратно». «Спасибо тебе, Тургенев, но по правде сказать, тебя надо ловить за хвост, вот и теперь ты уже берешься за шляпу». Действительно Герцан был прав. В шестнадцатидневное пребывание наше в Лондоне Иван Сергеевич забегал к Герцану на часок на другой и то обыкновенно шутил с его красоткою пятнадцатилетнюю дочерью Натальею. С Тургеневым мы виделись только ночью в номере нашей гостиницы, но зато я имел возможность делать наблюдение над Герцаном. Мне показалось, что у этого вечно веселого и остроумного человека где-то глубоко внутри лежит что-то тяжелое и трагическое, и что он тщательно скрывает это даже от близких ему людей, заглушая свое горе бойкой и блестящей речью. Одно для меня было несомненно. Это безотрадный скептицизм Александра Ивановича, давно изверившегося во все идеалы настоящего и будущего преуспеяния человечества и при этом страстная, чисто стихийная любовь его к России. Мне кажется, что помимо личной симпатии, главную связью соприкосновения старых друзей была патриотическая любовь к родине. В один день Тургенев вернулся по обыкновению поздно и, застав меня еще не спящего, с досадой сказал, я сейчас от Карлейля. Известного вам историкам, человек этот бесится от жира и высказывает столько нелепостей, что я хрип, опровергая его. Между прочим, этот писатель эксцентрический в своих писаниях и в личных суждениях. Этот полубог нашего Василия Петровича Боткина доказывал мне, что мы, русские, должны радоваться нашей отсталости и невежеству, потому будто бы, что у нас еще возможны и герои, и гении, причем, конечно, бронил свою конституцию, и так как он противник освобождения негров, то также безучастно и презрительно относится к ожидаемому освобождению русских крестьян. Полубог нашего Боткина. С Томасом Карлейлем Тургенев познакомился в мае-июне 1857 года. Тургенев был принят в доме Карлейля, где знали и любили его творчество. О Тургеневе и Карлейле в статье Алексеева в литературном наследстве, том 61, страницы с 229 по 231, а также в книге «Неизданные письма иностранных писателей 18-19 веков. Москва-Ленинград, издательство Академии наук СССР, 1960 год, страница 317. Василию Петровичу Боткину принадлежат переводы избранных очерков английского историка, публиковавшиеся в 1855-56 годах в современники. О героях и героическом в истории сочинение Томаса Карлейле, героическое значение поэта Дант из Томаса Карлейле, статья первая, Шекспир, статья вторая. На тему освобождения русских крестьян Иван Сергеевич говорил долго, потому что он всегда был неуклонным сторонником мирного прогресса и горячим поборником освобождения крестьян. Кстати, расскажите мне, заметил я ему, какое у вас было столкновение с Токереем по поводу Гоголя, о чем я слышал от Василия Петровича Боткина и Некрасова. Дело было так, отвечал Тургенев, милейший Диккенс неотступно приставал ко мне, чтобы и я участвовал на обеде, который давали в честь лорда Пальмерстона, так как он сам, Диккенс, будет в нем участвовать. 16 28 апреля 1858 года Тургенев в Лондоне присутствовал на торжественном обеде в обществе английского литературного фонда под председательством лорда Пальмерстона. Письмо к дружине, но от 3 мая настоящего стиля 1858 года. По просьбе Дружинина, который был инициатором создания в России литературного фонда, Тургенев написал статью «Обед в обществе английского литературного фонда». Письмо к автору статьи о литературном фонде, которая была опубликована в библиотеке для чтения 1859 год, номер 1. Разговор Тургенева с Текереем, приведенный Колбасиным, не мог происходить на этом обеде, так как английский писатель там не присутствовал. Тургенев письма, том 3, страница 233. В назначенное время я отправился туда и увидел, что на всех кувертах лежат записочки с именами, где кому сидеть. Мое место оказалось довольно почетное, не очень далеко от виновника торжества. Я полюбопытствовал узнать, кто мои соседи. Оказалось, что по одну сторону Текерей, а по другую один неважный журналист, которого я встречал раз-другой у Диккенса. По всей вероятности, Генри Ривз, издатель Эдинбургского обозрения, его имя Тургенев называет в статье «Обед в обществе английского литературного фонда». Значит, Диккенс не придет, подумал я, и действительно, скоро вручена была мне записочка от него, в которой тот извинялся, что по случаю неожиданной болезни он не может присутствовать на обеде. Обед этот прошел, как все официальные обеды, скучно и монотонно. Пальмерстон произнес длиннейшую речь весьма дюжинного сорта, так как он не принадлежит к числу замечательных ораторов. После обеда Токерей начал расспрашивать меня о русской литературе, сомневаясь даже в ее существовании. Зная резкий грубоватый характер английского романиста, я отделывался от него шутками, но он напирал все сильнее, говоря, что он сомневается в том, чтобы его Токерей романы были известны русской публике, и что он в первый раз слышит о том, что он после появления в английской печати тотчас переводится на русский язык. В середине девятнадцатого века творчество Токерея было широко известно в среде русской интеллигенции. Им увлекался Некрасов, который называл Токерея одним из любимых своих писателей. Некрасов, том десятый, страница триста пятая. «Сколько же подписчиков имеют ваши журналы?» допытывался Токерей. Услыхав, что от семи до десяти тысяч, он бесцеремонно расхохотался, сказав, что литература ценится по рублю, и что подобная литература есть одно самообольщение, да еще при цензуре, следовательно, и замечательных писателей там не может быть. Меня это задело за живое, и я отвечал ему тоже неделикатно, что у нас есть романист-сатирик, который при всем моем высоком уважении к таланту его, Токерея, стоит выше его во всех отношениях. Токерей взбеленился и запальчиво спросил, как имя его. Я назвал Гоголя, доказывая ему, что это великий юморист в романах, повестях и комедиях. Хорош, гениальный писатель, о существовании которого Европа не знает и читают только десять тысяч. Вот вам и моя размолвка с Токерейем, из которой вы видите явное пренебрежение англичан к нам русским. За два дня до нашего отъезда Тургенев предложил мне пойти вместе с ним в театр. Мы опоздали, поэтому возле нас не было публики. Протянув руку через маленькое проволочное окошечко, Иван Сергеевич получил два билета и, сосчитав сдачу, сказал мне, что кассир обсчитал себя. И вот рука снова протянулась в окошечко и начались переговоры по этому поводу. В эту самую минуту к кассе подошел господин в богатом бархатном плаще в цилиндре такого громадного роста, что даже Тургенев был на полголовы ниже его. Подождав несколько секунд, этот господин у окошечка Тургенева и оттолкнул его, протягивая свою руку в окошечко. Надо было видеть, что произошло с нашим Тургеневым. Он выпрямился и, не говоря ни слова, со всего размаха ударил кулаком в грудь джентльмена в бархатном плаще так сильно, что тот отшатнулся назад. Я думал, что произойдет ужасная сцена, но, к удивлению моему громадный джентльмен, оскладил свои белые зубы и молча глядел на Тургенева, который, укоряя его в невежестве, торопливо достал из кармана свою карточку со своим адресом и сунул ему в руку, после чего мы удалились смотреть сценическое представление. «Завтра явится к вам секундант от этого господина», сказал я Тургеневу, когда мы возвращались домой. «Не бойтесь, не явится. Англичанину пока не дашь в зубы, до тех пор не уважает вас. Вот этот джентльмен, по всему видно, из самого высшего круга, поверьте, уважает теперь меня за то, что я ему дал сдачи». На третий день мы выезжали из Лондона, но Тургеневу, кроткому, ровному и в высшей степени гуманному, суждено было раздражаться и бушевать в этом Лондоне. Садясь в экипаж, Иван Сергеевич обстоятельно рассказал извозчику, куда нас везти, но через несколько минут заметил мне, что извозчик везет нас непрямой дорогой и что мы можем опоздать к поезду, поэтому он остановил извозчика и сказал, какой именно дорогой он должен везти, указывая ему на часы. Иван Сергеевич успокоился и продолжал со мною какой-то разговор, но спустя некоторое время увидел, что угрюмый возница везет нас по прежнему направлению. Иван Сергеевич снова приподнялся со своего места и начал снова показывать дорогу извозчику, но тот, не обращая внимания, продолжал ехать по-своему и, обернувшись головою к нам в экипаж, сердито что-то проворчал. Знаете ли, что он говорит? Отнесся Тургенев ко мне. Он сказал, молчите, черти, я такой же джентльмен, как и вы, после чего Иван Сергеевич остановил извозчика, быстро выскочил из экипажа, подбежал к козлам и стащил возницу на мостовую. Я тоже выскочил из экипажа и начал уговаривать его успокоиться, но Тургенев так энергично напал на возницу, что последний послушно вскочил на свои козлы и только спустя некоторое время бросил визитную карточку Тургенева на мостовую. Он ехал уже по той дороге, которую указывал ему Тургенев, повелительно кричавший все время «Направо, налево». «Зачем вы ему дали свою карточку?» спросил я Тургенева. «Ведь он говорит, что он джентльмен, следовательно, он может вызвать меня на дуэль или привлечь к суду». Мы приехали вовремя на вокзал, и я с любопытством посмотрел на извозчика. Он был по-прежнему угрюм, но очень любезно принял деньги и даже вежливо приподнял свою лакированную шляпу. «Поверьте», заметил раздраженно Тургенев мне, не одобрявшему этой уличной сцены, «он никогда не коснулся бы даже полей своей шляпы, если б я не поступил с ним по-джентльменски». При этом считаю своей нравственной обязанностью сказать, что Иван Сергеевич во Франции, в Германии и в России, где я с ним жевал, отличался замечательной вежливостью со всеми, особенно с простолюдинами, и даже своей прислуге никогда не говорил «подай», а обыкновенно употреблял выражение «позволь мне стакан воды» и прочее. Пересев с железной дороги на пароход и переехав через Ла-Манш, Тургенев стал прежним Тургеневым, веселым и беззаботным. В связи с предыдущим следует рассказать еще два эпизода. «Почти через двадцать три года Тургенев вспомнил о нашем пребывании в Лондоне, когда я в восьмидесятом году писал ему из Гайдельберга в Париж, спрашивая, между прочим, каким образом произошло избрание его в члены Оксфордского университета. Почетное звание доктора гражданского права было присвоено Тургеневу в июне 1879 года, главным образом как автору записок «Охотника», книги, которая прославилась своим антикрепостническим пафосом. В письме из Оксфорда сказано, что это воздаяние за мои труды по освобождению крестьян, сообщал Тургенев Анненкову. Тургенев, письма, том двенадцатый, книга вторая, страница восемьдесят четвертая. На это он шутливо мне отвечал «Помните, каким я был забиякой во время наших странствований по Лондону? Я был почти в таком же скверном настроении и в Оксфорде. Когда на плечи мои набросили по заведенному старинному обычаю красный плащ и на голову надели невероятную шляпу в виде дурацкого колпака, то я даже внутренне озлился, полагая, что во время речи моей, которую я должен буду произнести по обычаю перед публикой, я буду всенепременно ошибан. Надо вам знать, что торжество подобных избраний есть не более как шабаш студенческой молодежи. Студенты могут кричать, свистать, мяукать и тому подобное, но к изумлению моему произнесенная мною речь принята была хорошо, и мне показалось, что ей аплодировали гораздо более, чем речам двух кандидатов, представленных тоже на избрание в почетные члены университета. Одним словом, комедия кончилась благополучно. Другой раз в 73-м году я совершенно неожиданно встретился с Тургеневым в Карлсбаде. Он был на всемирной выставке в Вене, где упал и повредил себе ногу, довольно долго лечился и приехал пить карлсбадские воды. Всемирная промышленная выставка, о которой пишет Колбасин, открылась в Вене 1 мая настоящего стиля в 1873 году. Я прибыл в Вену в прошлый четверг по дороге в Карлсбад, писал Тургенев. Онегину 4-16 июня, а в пятницу я, выходя из кареты, оступился и так сильно расшиб себе колено, что должен был слечь в постель. Вот как я видел Венскую выставку. Тургенев, письма, том 10, страница 112. В Карлсбад Тургенев приехал 8-го 20-го июня. Здесь мы виделись ежедневно в маленькой русской компании, в числе которой находился известный ветеран, артист Петров. Один раз Иван Сергеевич сказал мне, что его осаждает какой-то неизвестный англичанин, добиваясь с ним делового рандеву. Христос с ним, с этим англосаксом, я ухожу от него, как от холеры. Я стал убеждать Тургенева не избегать его, и он на это согласился с условием, чтобы я в назначенный час пришел в квартиру Ивана Сергеевича и вытащил его скорее на свежий воздух для гуляния в окрестностях. Я нарочно пришел раньше назначенного времени и, усевшись в уголке, перелистывал какую-то книгу. Скоро кто-то постучался в дверь, и в комнату вошел коренастый джентльмен с красным бритым лицом и щегольски одетый. Он заговорил на ломаном французском языке, и оказалось, что это был американец из Филадельфии. Иван Сергеевич отвечал ему по-английски, отчего последний пришел в восторг, говоря, что дело их пойдет на лад. Джентльмен, как мне подробно объяснил потом Тургенев, делал ему предложение отправиться с ним в Америку, где наш романист должен был читать публично свои произведения. На замечание Ивана Сергеевича, что его произведения будут неинтересны американской публике, он горячо возразил, что, во-первых, имя Тургенева известно в Америке, во-вторых, он не ожидал, что Тургенев говорит по-английски, в-третьих, отцы и дети получили огромную популярность в Америке, потому что Базаров родственный тип американцам, и что лет через десять в Америке будет город под именем Базаров, так как уже заложено его основание. Теперь, убеждал он Тургенева, существует один только намек на этот город, но уже разбиты колышки, очерчены площади, места для лавок и рынков, как это у нас делается всегда в незаселенных местах. И даю вам честное слово, что лет через десять-пятнадцать возникнет цветущий город Базаров. В заключение джентльмен преподнес самую главную приманку своего предприятия, а именно, они соберут по главнейшим городам Америки до ста тысяч долларов, из них восемьдесят получит романист, а двадцать он за свою инициативу. К удивлению джентльмена Тургенев отказался наотрез, и последний приставал к нему упорно, навязчиво, сильно жестикулируя руками, доказывая, что Диккенс подобным путем положил основание своему состоянию. Он терзал Ивана Сергеевича более часа, пока я не взялся за шляпу, и Тургенев откланялся с ним. Когда мы вышли на свежий воздух, и я узнал все подробности разговора, то нарочно сказал ему, отчего бы не поехать, ему, благо он не боится морской качки и получит огромный куш денег. И как вы это говорите серьезно, это ваше мнение, воскликнул Тургенев, неужели вы не видите, что это шарлатан, эксплуататор, который меня будет показывать на американских базарах как ученую блоху и в конце концов обдерет как липку. Диккенс другое дело, он закален с детства, притом англичанин практик. И я вам скажу даже больше, когда в одном из американских городов Диккенс читает свой пиквикский клуб, то публика пришла в такой восторг и так оживилась его юмором, что начала кричать «Боц-боц» тогдашний литературный псевдоним Диккенса. «Протанцуйте нам что-нибудь!» И Чарльз Диккенс, снявший элегантный фраг, стал выплясывать перед развеселившейся публикой, которая забросала его золотом и цветами. «Нет, слуга покорный, с живостью заключил Тургенев, я смирный российский дворянин и не стану танцевать трепака даже за обладание двумя полушариями нашей планеты, ведь этот эксплуататор-американец все налгал. Сообщение о фантастическом городе Базарове чистейшая сказка. Обратите при том на то внимание, что он готов был, чтобы я читал перед американской публикой по-русски». Николай Васильевич Щербань Из воспоминаний об Иване Сергеевиче Тургеневе 1861-1875 годы Николай Васильевич Щербань 1834-1893 годы журналист, публиковавшийся в «Московских ведомостях» и «Русском вестнике», познакомился с Тургеневым в Париже в 1860-61 годах. В то время Щербань был редактором газеты «Ле Норт», негласного органа русского правительства, которое издавалось в Брюсселе. Щербань подобно Колбасину исполнял обязанности литературного секретаря-писателя. Тургенев поручил ему провести корректуру романа «Отцы и дети», печатавшегося в русском вестнике. Воспоминания Щербания интересны прежде всего тем, что из них мы узнаем некоторые подробности о первом чтении Тургеневым романа, о дальнейшей авторской работе над рукописью отцов и детей. Мемуарист рассказывает также о русском окружении писателя в Париже. В воспоминаниях Щербаня ощутима консервативная позиция их автора, постоянного сотрудника русского вестника. Мемуарист порой акцентирует только резкие отзывы Тургенева о публицистике современника, о добролюбове, между тем, как отношение писателя к ведущему критику журнала было сложным и далеко неоднозначным. Впоследствии отношение Тургенева к Щербаню круто изменилось, по всей вероятности из-за солидарности последнего с Катковым, который цинично утверждал, что все поправки в тексте отцов и детей были сделаны с согласия автора, между тем, как они были сделаны под сильным нажимом Каткова, вопреки воле Тургенева. Тургенев письма том десятый страницы 325 и 662 Публикация Николая Васильевича Щербаня «32 письма Ивана Сергеевича Тургенева и воспоминания о нем 1861-1875 годы впервые появилась в русском вестнике 1890 год номера 7-8 В настоящем издании печатается только собственно мемуарная часть по журнальному тексту Тургенев квартировал напротив Тюэльрийского сада Рю Риволи 210 в четвертом этаже Поднявшись по лестнице не успел я взяться за звонок как дверь распахнулась и на пороге показалась в сопровождении пожилой дамы молодая девушка в изящном темном выходном костюме с веселыми глазками некрасивым но симпатичным личиком и такими типичными чертами что я невольно заговорил по-русски Можно видеть Ивана Сергеевича я желал бы да папа дома по-французски перебила девушка но я не говорю по-русски сколько не учили я только коверкаю слова что поделаешь такая уж деревянная голова прибавила она с милой как бы извиняющейся улыбкой и быстро продолжала идите прямо он у себя в кабинете последняя дверь докладывать не нужно просто постучите до свидания мы идем к госпоже Виардо на музыкальное утро до свидания мы ведь еще увидимся девушка протянула руку и будто спохватившись прибавила ах да пожалуйста разговарившись о России папа вас не выпустит а госпожа Виардо всех нас ждет к двум часам напомните ему об этом и сами вытащите его из кабинета иначе он по обыкновению опоздает я обещал приветливой щебетуньи не задерживать тут раздались грузные шаги на голоса показался Тургенев совершенно такой как на фотографии Диздери того же 1861 года с выражением лица еще более приятным и добрым я раскрыл рот чтобы изложить причину появления незнакомого посетителя но Иван Сергеевич не дал вымолвить ни слова дочь действительно ждут у Виардо заговорил он сам я дома милости просим и кивнув дамам за руку повел меня к себе коротким темным коридорчиком кабинет его оказался маленькой скромно убранной комнаткой об одном окне справа с маленьким диванчиком налево маленькой библиотечкой в глубине маленьким письменным столом у окна другим круглым у диванчика и посреди всей этой миниатюрности особенно рельефно выделялась массивная фигура хозяина отрекомендовавшись я невольно повел глазами кругом и остановил их на знаменитом писателе что вы смотрите усмехаясь спросил тургенев смотрю такой крупный романист в такой простенькой коморке чистосердечно вырвалось у меня тем чистосердечнее что в голове мелькнули иные местные эффектные кабинеты иных местных тогдашних звезд роскошные чуть не монументальные где за громадным палисандровым бюро с инкрустациями торжественно выседает поставщик трескучих романов фильетонов крупный романист весело повторил Иван Сергеевич сажая меня и усаживаясь сам на диванчик что-то еще после нашей смерти скажут вот рост у меня действительно крупный неуклюжий и несносный вы не можете представить какая возня с ним в вагоне ног девать некуда излишся глядя на соседа который свернул с клубочком в своем углу он спит злодей от места до места а ты торчи колодой или гуляешь с приятелем ты шаг ему нужно отмерять три ты идешь он скачет хорош выходит обмен мыслей да завидую маленькому росту прибавил Тургенев и улыбнулся нельзя нельзя было и слушателю не улыбнуться этой тираде произнесенной шутливой искренностью и оживлением так и завязался разговор без натянутости столь обычной при всякой первой встрече тем более при первом посещении знаменитости разговор завязался преимущественно о России и лишь мимоходом коснулся цели моего визита чтобы изложить ее пришлось вставить в непринужденную беседу как бы вводное предложение и когда я передал Ивану Сергеевичу соображение относительно Морнана он вполне их одобрил упомянув вскользь что видел в Морнане хорошего человека но не вглядывался в него как в публициста Тургенев рекомендовал через Щербания французского прогрессивного журналиста Феликса Морнана в качестве парижского корреспондента русского вестника русский вестник понятно не мог открыть своей странице революционеру сподвижнику полонизма пишет Щербань эти соображения редакции журнала он и был уполномочен передать Тургеневу от имени Каткова русский вестник 1890 год номер седьмой страницы третья четвертая Затем опять обратился к рассказам и расспросам о России в которой не был уже девять месяцев и куда собирался вскоре ехать девять месяцев шутливо заметил я знаменательная цифра вы были в России девять месяцев тому назад значит возвращаетесь теперь с плодом тогдашних наблюдений это еще секрет отвечал Иван Сергеевич впрочем он все равно скоро вам откроется так если вы ну об этом после впоследствии оказалось что он намекал на отцов и детей которые были тогда уже готовы я весь обратился было вслух но Тургенев не проронил более ни слова переведя речь на известие о крестьянском деле на последние слухи о времени обнародования манифеста об его приблизительном содержании и других подробностях ожидаемого завершения тогдашних законодательных работ и опасения дочери оправдались часы на камине давно пробили два а Иван Сергеевич несмотря на мои напоминания все рассказывал или расспрашивал так что пришлось буквально исполнить обещание объявить дочерний приказ о насильственном извлечении хозяина из дому да я все равно опоздал отговорился Тургенев к тому же ничего нет особенного дочь воспитывалась у мадам Виардо теперь ходит к ней каждый день после завтрака продолжает уроки музыки зайдет еще кто-нибудь и каждый день у них музыкальное утро лучше вот что морозит это ясно было это в январе пройдемся по тюллерийскому саду если не боитесь гнаться за мною в припрыжку добавил он и опять засмеялся это первое свидание так врезалось в память что и теперь более двадцати девяти лет спустя я слышу каждое произнесенное тогда слово слышу легкое пришипетывание Ивана Сергеевича так оригинально мило оттенявшее его говор вижу его высокую плотную мощную фигуру со светлыми юношескими глазами нос сединой в бороде и усах отброшенных назад кудрях вижу его улыбку домашний костюм серый пиджак фуляр на шее теплые башмаки а последующие в продолжении нескольких лет довольно частые встречи как-то сливаются перепутываются своими деталями пока Тургенев ходил переодеваться я рассматривал поближе обстановку кабинета возвратившись через несколько минут он застал меня перед двумя небольшими картинами висевшими на стене на одной коровы другая зимний пейзаж ну что как вы находите спросил он становясь рядом я замялся трудно сказать так сразу Иван Сергеевич да вы не отвиливайте отвечайте напрямки как вы находите коровы не дурны пейзаж серенький признался я откровенно в своем мнении не дурны серенький с комическим негодованием передразнил Иван Сергеевич серенький потому что зимний ну батюшка знаток живы это Поль Поттер а это Мерис и мне стоят они каждое около трех тысяч франков не смею решать подлинные ли то были Мерис и Поль Поттер но они едва ли производили впечатление соответствующие таким громким именам и таким по тогдашнему значительным деньгам как впрочем некоторые и другие из полотен постепенно купленных впоследствии Тургеневым не столько по собственному влечению сколько по рекомендации опытных художественных критиков ослушиваться которых он стеснялся я повторил что особенно ими не восхищаюсь и не узнал бы великих мастеров если они не были названы вижу что вы эксперты вы не годитесь добродушно заключил Тургенев пойдемте я шагать вы скакать в самом деле сколько Иван Сергеевич не умерял гигантский размах своих богатырских ног следовать за ним приходилось чуть не бегом он начнет фразу над духом и кончит ее за несколько оршин впереди остановится подождет и опять исчезнет в пространстве чем живее лилась его речь тем труднее становилось ее слышать известно что в разговоре на ходу ноги торопятся вместе с языком рассказывал он между прочим как чуть ли не в самый день государственного переворота 1851 года фланируя по итальянскому бульвару подвернулся с сопровождавшим его приятелем под натиск разгонявшей толпу полиции как они улепетывали и выходило будто он подражает теперь тогдашнему своему бегству изображает его в лицах так что промчавшись через тюрельрийский сад и площадь согласия он сам утомился и предложил отдохнуть на одном из расставленных вдоль елисейских полей плетеных кресел переворот 1851 года речь идет о бонапартистском перевороте во Франции в июле 1851 года Морозец вскоре слегка ознобил нас и прогнал при расставании Тургенев раз навсегда пригласил бывать у него без церемонии и почаще пояснив что дома он утром до двух часов вечером если сам не отозван не считает завернувшего к обеду гостя татарином на другой же день он аккуратно отдал визит и повторил приглашение он был весьма приветлив ко всем русским с оттенком особого внимания даже расположения к знакомым с авторскими наклонностями или хотя со склонностью к литературе вслед за тем кажется в феврале Иван Сергеевич уехал в Россию показался оттуда на короткое время и опять скрылся по возвращении его помнится в сентябре мы часто виделись наиболее близким в Париже человеком к Тургеневу неразлучным его спутником товарищем и советником был тогда друг его с молоду Василий Петрович Боткин которого Иван Сергеевич величал дедом и ментором и на которого заортачившись негодовал что ты мне за дядька дался однако не выходя из повиновения Тургеневу Боткина Иван Сергеевич Тургенев и старался оберегать его Затем в коротких отношениях с Иваном Сергеевичем находились постоянные парижские обыватели Ханыков князь Трубецкой тесть покойного князя Орлова Николай Иванович Тургенев некогда близкий к декабристам граф Десеркур женатый на русской Из проезжих соотечественников чаще всего встречались у него Случевский которого Тургенев ценил и как человека и как поэта Скорятин журналист брат его Скорятин моряк Севастополец адмирал Бутаков генерал Краснокутский тогда командир лейб гвардии Гродненского гусарского полка С французами кроме семьи Виардо Иван Сергеевич тогда еще не очень ладил даже с литераторами Он не совсем еще сошел тогда с того штантпункта который выражен в письме 10 июня 1859 года Аненкову словами «Все французское для меня воняет и лучше возиться с французским лавочником чем с французскими умниками» Вестник Европы Март 1885 года Примечание Щербаня Постоянно бывал у него один только де лаво переводивший тогда его повести переводивший в высшей степени добросовестно чуть не надоедая своей укропотливостью Тургенев был разумеется доволен что произведения его попали в руки человека который не примет как перед тем Шарьер арапник за арапа Шарьеру принадлежал первый французский перевод записок охотника 1854 год изобилующий неточностями буквалистскими оборотами которые нередко искажали смысл русского подлинника свое недовольство переводом Тургенев высказал в печати Тургенев сочинение том 15 страницы со 129 по 131 но слегка тяготился просмотром его рукописей и с лечением их с оригиналом подчас доверял Боткину или мне быть может не столько из лени сколько из опасения слишком усердным личным участием в переводе как бы изменить Чите Виардо оттого Ивана Сергеевича вообще стесняло когда за дело брался кто-либо другой а не Виардо для которых сказать мимоходом оно было и легче чем для кого бы то ни было Тургенев сам набрасывал начерно или диктовал по-французски свои вещи Виардо лишь выправляли их по правилам стилистической тонкости и идиоматизмов Луи Виардо с помощью Тургенева много сделал для популяризации русской литературы во Франции он переводил сочинения Пушкина Гоголя Тургенева Полина Виардо не принимая непосредственного участия в переводческой деятельности своего мужа часто бывала первой слушательницей новых произведений Тургенева и их французских переводов оригинальные переводчики нужно однако прибавить что они оказывали Тургеневу значительную услугу без обширных книгопродавческих и газетных связей которые Виардо пускали в ход озабочиваясь сбытом своего уже товара без литературных знакомств которые преимущественно они доставляли Ивану Сергеевичу переводы его повестей покупались бы издателями менее охотно шли бы туго и реномная Тургенева во Франции медленнее достигла бы приобретенных им размеров французская публика вообще уклоняется от чтения иностранных писателей тогда уклонялась и от русских не усыновленных еще модою чтобы приманить ее познакомить приучить и приручить чтобы сделать для нее привлекательным чужое литературное имя хотя бы первоклассного автора нужно было дружное содействие издателей и критиков недостижимая без такого практика как господин Виардо посвященного во все приемы во все тонкости парижской моды еще со времени своего управления труппы певцов итальянской оперы 1837-1840 годы до двух часов пополудни Иван Сергеевич отдавал себя в распоряжении посетителей преимущественно русских кто-нибудь из которых всегда находился у него в эту пору некоторые Боткин Ханыков Случевский Скорятин и автор этих строк кроме того частенько и обедывали с ним у Вефура обеды повторялись регулярно почти каждую неделю разве мешала им болезнь Ивана Сергеевича который и тогда прихварывал над ним подшучивали обзывая его о недуге капризом или кокетничаньем ибо весть о нездоровье Тургенева вызывала тревожное ухаживание за ним поклонников и друзей очевидно ему приятное Но болел он действительно во-первых замечательную мнительностью доходившую до того что одно время в 1862 году он воображал себя пораженным аневризмом и все нянчился с немецкую машинку не помню Фридриха или Гейлегенталя рисующую на бумаге прыжки сердцебиений во-вторых припадками не только своей официальной спутницы как он шутил подагры но еще и невралгии пузыря которая жаловался он внедрилась в него с 1849 года которой он боялся больше подагры и которая мучила его нестерпимо раз когда его схватило и он беспомощно лежал в своей спаленке близ кабинета тоже куда не роскошной он вдруг приподнялся на постели и с таким страдальческим выражением что за него стало больно проговорил давно уже на улице на моих глазах вытащили из-под омнибуса человека он тут же и скончался но успел сказать что сам бросился под колеса от невралгических мук он ведь был раздавлен но повторял ах какое облегчение я понимаю этого человека принимая у себя председательство на еженедельных обедах Иван Сергеевич был всегда говорлив оживлен весел и внезапно его передергивало по лицу облачком пробегала какая-то тень тучка это и в том году и после навертывалось неожиданно безо всякого видимого повода при полном телесном здоровье данной минуты посреди самого блестящего иногда юмористического рассказа Тургенев на мгновение омрачался потом как бы отмахнув что-то от себя или что-то пересилив становился прежним увлекательным собеседником в кабинете Тургенева за обедом с ним многое было говорено и высказано преимущественно им самим охочим и неистащимым рассказчикам о литературе и искусстве о тогдашних литературных деталях текущей политики тогда он касался изредка и без особенного жара отшучиваясь от политической злобы дня французскую поговоркою которую переводил словами довольно каждому возни и со своими собственными собаками не приходило в голову тогда же записать все разговоры толки спор и суждения но многое сохранилось в бумагах привожу дословно несколько отзывов говорили о России об ее положении в Европе об ее будущности о тех кто скептически относился к ее судьбам и я бы может быть сомневался в них заметил Тургенев но язык куда денут скептики наш гибкий чарующий волшебный язык поверьте господа народ у которого такой язык народ великий в другой раз речь зашла о возникавших в России революционных затеях всякий выражал свое мнение Иван Сергеевич молчал пока к нему не обратились с прямым вопросом тогда он встал выпрямился во весь рост и произнес с особенным ударением сказано и останется верным не приведи бог видеть русский бунт бессмысленный и беспощадный кем сказано осведомился один из присутствующих аз грешный пушкиным в капитанской дочке негодующим тоном вмешался Боткин и прочел злополучному вопросителю небольшой трактат о том как позорно его невежество не помнить пушкина не узнать цитаты из пушкина долго ворчал Василий Петрович цитата Тургенева находится на странице 544 тома 4 сочинений Пушкина в издании Исакова 1859 года примечание Щербания около того же времени случалось толковать о тогдашних корифеях петербургской передовой печати Тургенев не признавал за их писаниями никакой обаятельности никакой деловитости содержания и даже никакой даровитости изложения о статьях Добролюбова например он говорил что это желчная размазня которая может приходиться по вкусу лишь тому у кого нет ни вкуса ни толку или вкус испорчен как у малокровной девицы пожирающей мелой штукатурку а толк выворачен наизнанку доводилось упоминать и об охлаждении его к современнику воспоминания Чернышевского в томе первом данного издания убежал Иван Сергеевич убежал всякий раз что возникало о том речь одобрительно твердил Боткин и прах со своих ног отрехаю горячо отзывал Сатургенев прибавляя что он не мог далее выдерживать публицистики современника что она его коробила оставаться на одном поле с их публицистикой пусть обходится своим собственным ядом И на вопрос одного из собеседников того дня будто они уж так ядовиты Тургенев отвечал смеясь Чернышевский настоящий змей но это еще простая змея есть у них добролюбов тот будет очковая для полноты коллекции Петербургу недостает лишь гремучий заметил тот же собеседник имеется и гремучие писарев тоже ядовит но возвещает о своем приближении несколько позже один из случайных посетителей рабочего кабинета Ивана Сергеевича принадлежащий к тогдашнему молодому поколению упрекнул Тургенева отсутствием направления в его повестях тем что он не проводит точно и строго определенных идей подразумевая разумеется идеи излюбленные шестидесятыми годами Иван Сергеевич дававший полную свободу высказываться своим знакомым незнакомцам как называл он не весь откуда являвшихся иногда гостей и обыкновенно выслушивавший их развязную болтовню с невозмутимым терпением на этот раз как будто даже рассердился художнику проводить идеи твердо отвечал он впервые употребляя слово художник обыкновенно он говорил литератор романист писатель даже билетрист хоть этот последний термин уж и выходил из оборота да его дело образы образное понимание и передача существующего а не теории о будущем ни проповедь ни пропаганда когда ваше будущее станет настоящим если ему суждено быть в чем позвольте усомниться появятся и более или менее даровитые люди которые тогда станут воплощать его пером кистью мрамором чем только вашей душеньке будет угодно если вам угодно будет допустить такое пошлое занятие пока не взыщите вы проповедник ну и проповедуйте себе на здоровье а мы будем с вашего одобрения или без онова изображать знакомый незнакомец покинул тургенева очень недовольный им особенно исходом беседы этот посетитель с обычной в передовиках той эпохи авторитетностью пространно и докучливо излагал свой идеал будущего порядком таки диковатый утомленный потоком слов иван сергеевич прервал наконец оратора все это очень хорошо но скажите вот все бывшее на руси быльем поросло народились новые люди у этих все-таки людей будет сердце у многих вероятно ум у некоторых быть может больше или меньше литературный талант без направления которое вы станете конечно искоренять у всех вы разовьете напротив прогрессивные стремления и всех осчастливите одинаковым благополучием но у всех ли вырастут хвосты которые фурье сулит усовершенствованному человечеству или только у избранных тургенев далеко не прочь был пошутить коротких приятелей любил и подразнить боткина например за его гастрономические прихоти и гигиенические причуды а сам ты не привередничаешь у вефура и не оберегаешь своего драгоценного здоровья отстреливался Василий Петрович летом кутается в шарф господа от подагры обматывает горло на одном из еженедельных обедов Иван Сергеевич внезапно объявил что он написал новую большую повесть вот вам и девять месяцев улыбаясь кивнул он мне которая будет помещена в русском вестнике и уже вручена редакции не хотите ли послушать слышать большую неизданную повесть автора дворянского гнезда в его собственном чтении свидание было назначено на какой-то день но не у Тургенева а у Боткина чтобы никто не помешал в назначенный день и час приглашенные Ханыков Случевский Скорятин и я явились к Василию Петровичу квартировавшему неподалеку от Тургенева на той же улице Дереволи номер 186 или 226 Иван Сергеевич не только не забыл рандеву но ждал уже нас как будто несколько смущенный боится боится публики вот посмотрим посмотрим вот строгие ценители и судьи подсмеивался Боткин пожимая нам руки и ободрительно лаская взором своего друга уселись тотчас началось чтение отцы и дети провозгласил заглавие повести автор да и дети с ударением повторил Василий Петрович разумеется уже знакомый с рукописью Тургенев читал мастерски без декламаторских приемов задушевно Боткин погрузившись в мягкое кресло склонив голову на грудь сложив руки по временам кряхтел от удовольствия или тихо смеялся или умиленно поводил глазами оттеняя взглядом то или другое место или выражение прочие сосредоточились внимательно неподвижные страница летела за страницей и переворачивая листы Иван Сергеевич посматривал на слушателей как бы ловя впечатление вдруг он захлопнул тетрадь Баста на сегодня довольно ну что а там еще дуэль будет шутливо прибавил он очевидно чтобы сказать что нибудь и поскорее рассеять то особенное несколько жуткое ощущение которое испытывает самый заведомо любимый автор когда сам знакомит со своим новым произведением еще мгновение продолжалось молчание прервал его ханыков превосходно да и достанется же вам Иван Сергеевич пусть пусть тотчас с ироническим смехом отозвался Боткин как бы заранее торжествуя победу над хулителями полились общие восклицания приветствия горячие поздравления с меткою смелую сильную вещью Тургенев был доволен и не скрывал своего удовольствия Василий Петрович просто ликовал для обоих восхищение слушателей имело значение разумеется не как мнение такого-то и такого-то а как первая проба над публикой чтение закончилось в следующий сеанс уж у самого Ивана Сергеевича которому как-то удалось остаться вечером дома и с помощью дочери и ее гувернантки компаньонки и друга мистерис Иннис обеспечить себя от вторжения посторонних понятно что и тотчас после чтения и при каждой встрече вслед за тем о повести вообще и о базарове в особенности говорено было немало всякий комментировал тип стараясь уяснить его себе и объяснял другим дополняя развивая и схищая его у смерти и загадывая к чему пришел бы базаров если бы не сразила его пиэмия Тургенев не высказывался он внимал не слушал а именно внимал не возражая и не подтверждая отцы и дети были тогда октябрь или ноябрь 1861 года уже совершенно окончены и еще в августе сданы русскому вестнику но Иван Сергеевич продолжал их отделку Котков сообщил ему несколько указаний с которыми он согласился и сообразно которым изменил в рукописи то или другое кроме того он сам беспрестанно как бы придирался к себе то одно слово поправит то другое выбросит то третье вставит переделает выражение строчку прибавит три выкинет Боткин когда ему показывались поправки большую частью одобрял иногда покачивал головою залижешь Иван Сергеевич говорил он залижешь нет так лучше доказывал Тургенев ты пойми Базаров в бреду не просто собаки могут ему мерещиться а именно красные потому что мозг у него воспален приливом крови по мере того как варианты вносились в подлинную рукопись Иван Сергеевич отмечал их и отдельно мало-помалу составила целая тетрадка загадочного для непосвященных содержания глава такая-то в строке такой-то выкинуть слово в такой-то прибавить слово в такой-то зачеркнуть слова и вместо них поставить слово такую-то строку вычеркнуть вместо такой-то вписать то-то и так далее напоминуть месяц в два поправки исчерпались тогда тургенев переписал тетрадку сличая ее с подлинную рукописью и еще кое-где поизменив потом я перебелил его работу один экземпляр этой последней редакции не вариатур не подлежащий изменениям был отдан мне для личной передачи русскому вестнику. Я уезжал тогда в Москву и для личного наблюдения за корректурой. Другой, на случай дорожных, с первым приключений, послан по почте в Петербург Аненкову, ближайшему после Боткина другу Ивана Сергеевича. К его приезду в Россию передовая печать уже успела обрушиться на отцов и детей и разбронила их, не совсем удачным. К чему один придирался, то другой, напротив, одобрял. В современной летописи я свел отзывы Антоновича и Писарева. Вышло комичное сопоставление — отмена одного приговора другим. Возможно, речь идет об анонимной статье, напечатанной в современной летописи 1862 год, номер восемнадцатый, под рубрикой «Диковинки русской журналистики». Тургенев был очень доволен этим опровержением в лицах, но сам о нападках современника и русского слова не распространялся, как бы махнув на них рукою, и только раз мимоходом сказал, «Наши любители свободы не допускают свободного отношения к сюжетам и типам, объективность для них тоже обида. Отнесись к их героям объективно, они тебя и заругают». Однако брань эта, очевидно, его огорчала. В Москве был тогда зверинец. В зверинце слон, у слона — карнак, ходивший за ним с его детства и потом почему-то оставивший своего питомца. Как-то этот карнак зашел в зверинец во время представления. Увидев его, слон вознегодовал, вышиб перегородку в стоиле, выскочил и бросился на своего бывшего пестуна, вовсе не с дружескими намерениями, обратив в бегство публику и выломав одну стену в балагане. Насилу его укротили. Хозяин зверинца объяснил внезапную ярость смирного животного тем, что слоны обижаются, когда карнаки их покидают и при случае мстят. Пассаж произошел за несколько дней до приезда Ивана Сергеевича, когда ему рассказали события, он провел забавную параллель между обидчивостью слонов и литературных цыплят, потом прибавил «Обидчивость в животном царстве — вот тема по плечу нашему брату, или и такой психологией раздразнишь, современник». В августе 1862 года Тургенев был опять за границей, сперва, кажется, в Бадене, потом в Париже, где и я очутился еще в июле. Приблизительно к этому времени должно относиться следующее письмо Ивана Сергеевича, сохранившееся в моих бумагах в числе прочих его автографов. Убедившись, что он непреклонно, окончательно и бесповоротно отвернулся от «Современника», редакция этого журнала так поворотила дело, как будто не Тургенев бросил «Современник», а «Современник» выбросил за борт Тургенева. В одной газете, какой, когда именно забыл, какой-то поклонник «Современника», подписавшийся буквами «А-Ю», тиснул, сообразно пущенный в оборот легенде, статейку, воспевшую направление «Современника» с декларации, что заклание им на алтаре своих убеждений Тургенева, Гончарова, Писемского, Дружинина, Авдеева нисколько не повредит ему в глазах читателей, ценящих неназванных авторов, а именно его «Современника» идеи. Иван Сергеевич приготовил было реплику в форме письма к издателю той газеты, но пока собирался отослать его по назначению, самую газету куда-то засунул, и, когда хватился ее, чтобы проставить в своей отповеди номер, на который отвечал, его на лицо не оказалось. Под инициалами «А-Ю» выступал Арнольд, искусствовед, который в одной из своих рецензий, напечатанных в Северной Пчеле, сделал следующее заявление, возмутившее Тургенева. «Господин Некрасов жертвует лучшими талантами былого «Современника» — господами Тургеневым, Дружининым, Писемским, Гончаровым и Авдеевым, и издает «Современник» как орган наших обличительных и политико-экономических насущных потребностей». Номер 316, 22 ноября 1862 года. Мемуарист неправ, утверждая, что письмо Тургенева к издателю «Северной пчелы» так и не увидело света. Оно было напечатано в номере 334 от 10 декабря при содействии Анненкова. Поискав его, поискав, между тем, перекипятившись и остыв, он махнул рукою, а подлинное свое письмо подарил мне на память о литературных нравах, отдавая его как литературный документ в мое распоряжение. Вновь поселился Тургенев в своем парижском кабинете с конца октября 1862 года. Обычные места встреч вскоре умножились домом Милютина, находившегося с начала 1863 или конца 1862 года в Париже, и гостиную Боткина, регулярно собиравшего приятелей то на чашку чая, то на музыкальное утро, где артистами консерватории исполнялись классические квартеты. О встречах в доме Милютиных в Париже сохранились записи в дневнике Фанни Тургеневой. О встрече 3 марта 1863 года, посвященной годовщине со дня объявления манифеста, Фанни Тургенева пишет особенно подробным «Литературное наследство», том 76, страницы с 364 по 366. С Милютиным, одним из главных деятелей, осуществлявших подготовку крестьянской реформы, Тургенева связывали давние дружеские отношения. По словам Милютиной, ее муж особенно ценил общество старого декабриста Николая Ивановича Тургенева и Ивана Сергеевича Тургенева. Прометей, том 2, Москва. Молодая гвардия, 1967 год. Страницы 335-336. В этом последнем случае у Василия Петровича предавались не разговорам, а благоговейному слушанию дивных гармонических звуков и молчаливому вкушению шоколада с бисквитами. За отступление от такой дисциплины милейший хозяин загрыз бы виновного до полусмерти и впредь не пустил бы в свое «пустынно жительство», как он называл свою комфортабельную холостую квартиру. Вне этих фестивалей везде, особенно у Милютина, встречи обыкновенно сопровождались беседами, уж не о литературе преимущественно, а о применении крестьянского положения, о польском восстании. Не будучи убежденным сторонником отделения Польши от России, Тургенев не позволял себе антипольских выступлений. Ни одного, ни обидного, ни насмешливого слова не вышло из моих уст насчет поляков, хотя бы уже потому, что я еще не потерял всякого понимания трагического. Тургенев письма, том 5, страница 146. За нечто похожее на легкий либеральный космополитизм доставалось от Милютина и от Боткина Тургеневу. Не то, чтобы Иван Сергеевич был поланофил, боже упаси, Но либерал сороковых годов, выросший на европеизме, охваченный тогдашнюю парижскую атмосферу соболезнований о Польше, шпигуемой в местных салонах дамскими «Сепурполун», эти бедные поляки, он мечтал о каком-то идиллическом усмирении мятежа, миртовыми ветвями, увещеваниями, уступками, причем независимость конгрессовки не слишком его пугала, смущала его лишь польское «от моря до моря». Боткина выводили из себя его вариации на эту тему. «Я, я, я», — горячился он пуча глаза и, заикаясь от волнений, «я, по-твоему, скупец, горпогон, я все состояние отдал бы, чтоб самого вопроса не было, но раз он есть, уступочки, Европа, много она понимает, твоя Европа, и не ее дело, брысь!» Затем увиделись мы, когда Тургенев, уж отстроивший свой дом и окончательно прикрепившийся к Бадену, мельком посетил Париж в октябре или ноябре 1868-го до в марте 69-го года. В первый из этих приездов Иван Сергеевич прочел свою несчастную, а в втором помню лишь, что он жаловался на свою все более и более белеющую седину. «Ини превращается в снег», — полушутил он, полугрустил, и на замечание, что седина еще не старости, что ему всего-то с небольшим пятьдесят, отвечал «Это утешитель! Я чувствую, что начинаю стареть! Эх, молодость! Как вспомнишь, что я, этот самый седой полустарик в Берлине, штудируя философию, возился с котенком, навязывал ему бумажки на хвост, как гоголевский чиновник собачонки, и любовался его игрой, его прыжками, и хохотал, как... как жеребчик ржет!» Возникла война 1870-го года. Перед тем между Виордой и местную баденскую публику вышло какое-то недоразумение, доходившее, говорят, до кошачьего концерта под окнами. Личная обида обострилась патриотическим негодованием, и Виордо удалились в Лондон. Тургенев последовал за ними. О лондонском периоде в воспоминаниях поля Виордо в настоящем томе. Когда по заключении мира они, продав свой баденский дом, переехали в Париж, Иван Сергеевич, продав и свой, переселился вместе с ними. С осени или зимы 1871 года он очутился в их небольшом отеле улицы Дуэ, где занимал две скромненькие комнатки с переднюю наверху на антресолях. Отель этот не существует более, его сломали, и где была келья Ивана Сергеевича, там возведен теперь громаднейший домино со множеством лавок и квартир. Доходный дом. Примечание Щербаня. Теперь он действительно и значительно постарел, как бы осунулся и нравственно, как будто изменился. Восхищался уже не немцами, а французами, умилялся всяким эльзасцам, отказывающимся от германского подданства, устраивал лотереи и подписку в пользу выходцев из оторванных провинций. Над французскими политиканами не изощрял свой юмор, как бывало, но уверовал в них, уверовал в государственную мудрость даже такого политического гения, как воплощенный Жозеф Прюдом и чуть ли не бывший водовелист Араго, с которым серьезно толковал о материях важных. И текущие политики не избегал, как прежде, причем в разговорах был несколько раздражителен, в суждениях довольно нетерпим, чего до селе не было и в помине. Вместе с тем к литературе он стал как будто равнодушнее прежнего, зато с большим против прежнего увлечением отдался слушанию музыки и приобретению картин. С этого же времени Тургенев окончательно сблизился с парижскими литераторами и журналистами, и с той же поры у него начали чаще встречаться личности из категории прежних знакомых-незнакомцев, но уже без прежней заметной холодности к ним хозяина или и отповеди их тирадам. Иван Сергеевич уже не обдавал их душем здравого смысла или иронии, а беседовал с ними с какую-то ласковую податливостью, не уклоняясь и не возражая. Оттого ли, что тогда уже задумывалось или и обдумывалось новь, и автор изучал типы, какие подвертывались под руку, или к наблюдению примешивались и другие соображения. Апрель 1890 года. Встреча Тургенева с Лассалем по воспоминаниям М.П. Эсвой Воспоминания М.П. Эсвой о Тургеневе могли принадлежать, как считают некоторые исследователи творчества писателя, дочери декабриста Свистунова Магдалине Петровне Свистуновой. Писательница и музыкантша, учившаяся у Листа, она, возможно, встречалась с Тургеневым в 60-е и 70-е годы за границей. Сохранилась одна записка Тургенева к Свистуновой, 1880 год. Однако в самом тексте мемуаров есть указания, которые заставляют усомниться в авторстве Свистуновой. По словам мемуаристки, в 1883 году, когда она описала свои воспоминания, ей минул 48-й год. А Магдалине Петровне Свистуновой в то время было 35 лет. Воспоминания сообщены рецензентом одесского вестника Герца Виноградским. Воспоминания М.П.С.Вой содержат интересные и, по всей вероятности, достоверные сведения о писателе. В Тургеневской летописи не нашла отражение поездка Тургенева в Швейцарию в 1864 году, о которой рассказывается в мемуарах. Однако она могла состояться между 23 июля, 4 августа, и 22 августа, 3 сентября 1864 года. 23 июля, 4 августа, Тургенев писал брату Николаю Сергеевичу Тургеневу, приглашая его в Баден-Баден, где он в то время жил. Следующее, известное нам письмо Тургенева, было отправлено из Баден-Бадена только 22 августа, 3 сентября 1864 года. Кламберт. Возможно, что Тургенев ездил в Швейцарию в этот промежуток времени. Поездка в Женеву, где было много политических эмигрантов, вероятно, держалась в секрете. Тургенев только что вернулся из Петербурга, где давал показания в Сенате по делу 32, обвиняемых в связях с политическими эмигрантами, и какое-то время был, естественно, очень осторожен. Видный деятель немецкого рабочего движения Фердинанд Лассаль привлекал внимание Тургенева. Писатель знал его труды, был знаком с его экономическими теориями. Известный в 60-е годы спор Лассаля Шульца-Делича о роли рабочих ассоциаций упомянут в дыме. Прочитав в 1877 году исповедь Лассаля, Тургенев пишет своим друзьям Аненкову, Полонскому, Стасюлевичу о том, как поразило его это удивительное произведение, подобного которому я ни в одной литературе не знаю. Тургенев письма, том 12, книга 1, страница 226. Лассаль был убит летом 1864 года на дуэли с Янко Раковицем, валахским дворянином, женихом Елены Деннигес. Упоминание в мемуарах о гибели Лассаля также подтверждает дату встречи М.П.С.Вой с Тургеневым в 1864 году. М.П.С.Вой принадлежат еще одни воспоминания о Тургеневе, названные «Происхождение записок охотника». Новости и Биржевая газета, 1883 год, номер 177, за 27 сентября. В них рассказывается о трагической смерти доезжачего Тургенева во время охоты на волков. Это событие должно было быть описано в одном из очерков, который писатель предполагал назвать «незадачем». Письмо Тургенева Каненкову за 25 октября, 6 ноября 1872 года. Тургенев письма, том 10, страница 15. Воспоминания М.П.С.Вой впервые опубликованы в газете «Ценности» и «Биржевая газета», 1883 год, номер 157, 160, за 7 и 10 сентября. Печатается по тексту первой публикации. Глава первая Это происходило, если не ошибаюсь, в конце лета 1864 года. Мой брат, бывший в то время губернатором в одной из сибирских губерний, принужден был вследствие болезни взять продолжительный отпуск и уехать за границу для лечения. Я тоже уехала с братом, с одной стороны в качестве хозяйки, в то время он был холост, а с другой в качестве сестры милосердия, так как болезнь его была серьезна, и он нуждался в заботах и попечениях близкого лица. Мы провели почти весь летний сезон в Карлсбаде, куда нас отправили московские врачи, но когда брату стало лучше и он начал поправляться, карлсбадские знаменитости посоветовали ему ехать в Швейцарию, подышать свежим воздухом на берегу Женевского озера. Нам с братом особенно понравилось в Женеве. По приезде мы как-то сразу освоились с этим чудным городом, который на первых порах вследствие своего разноплеменного народонаселения показался нам каким-то миниатюрным вавилоном, где были смешаны все языки. Особенно много жило в городе немцев и русских. Между последними у нас оказалось обширное знакомство, и мы зажили самой приятной жизнью, принимая непосредственное участие в том беззаботном и веселом образе жизни, который вели в Женеве все приезжие богатые иностранцы. Вскоре приехали к нам и наши младшие сестры, молоденькие девицы, едва выпущенные из Смольного института. Мы, конечно, были весьма рады их приезду, особенно брат. Но он еще более был обрадован, когда узнал от них, что в одном поезде с ними приехал в Женеву и его бывший университетский товарищ, знаменитый и любимейший уже в то время наш писатель Иван Сергеевич Тургенев. Иван Сергеевич приехал в Женеву по какому-то делу и должен был провести здесь несколько дней. Понятно, что брат, узнав о его приезде в Женеву, решил соповидаться с ним. Разведав его адрес, он немедленно же сделал ему визит. Иван Сергеевич не замедлил отдать нам визит, и таким образом между нами и знаменитым писателем завязалось знакомство, которое потом не прерывалось до конца его жизни, хотя мы, разбросанные по воле судьбы, в разных концах Европы и редко между собой увиделись в последние двадцать лет. При первом же своем визите Иван Сергеевич произвел на меня и особенно на моих младших сестер самое отрадное впечатление. Я считаю гордостью сознаться, что и нами он остался доволен, вследствие чего он чуть не с первого же визита сделался у нас почти своим человеком. Благодаря тому обстоятельству, что брат с Тургеневым были хорошими товарищами еще в университете, отношения его к нам сразу утратили характер натянутости и церемонности. Если мне память не изменяет, мы на другой же день знакомства уговорили Ивана Сергеевича быть нашим кавалером в предполагавшейся в тот вечер прогулке на лодках по озеру. Он выразил свою готовность, и мы, я помню, катались тогда чуть не до утренней зари. Первое наше катание по Женевскому озеру особенно запечатлелось у меня в памяти по следующему случаю, происшедшему главным образом вследствие любезности Ивана Сергеевича к моим молоденьким сестрам, но в то же время характеризующему, как нельзя лучше, силу и плодовитость творческой фантазии нашего великого писателя. Сначала разговор наш касался чудес Швейцарии, но затем мы перешли к воспоминаниям о России, начали сравнивать природу и людей своего отечества с природой и людьми, очаровавшей нас в Швейцарии. Мы, конечно, были на стороне Швейцарии, восхваляли ее до небес и уверяли Ивана Сергеевича, что лучшей страны на Земле не может быть, как Швейцария с ее чудными озерами, с ее гигантскими Альпами, с ее благословенной природой и климатом. Ивану Сергеевичу тоже очень нравилась Швейцария. Великому писателю, великому поэтическому сердцу его не могли бы чужды картины действительно прекрасного, но... но здесь я считаю долгом рассказать, как понимал в то время Тургенев прекрасное в природе, и рассказать так, как я слышала от самого писателя. Хотя обстоятельства, о которым я рассказываю, происходило давно, очень давно, но мне кажется, что я вот только теперь слышу симпатичный голос Ивана Сергеевича, говорившего моим восторгавшимся Швейцарией и ее сестрам, мягким, любезным, но авторитетным тоном почти дословно следующее. Швейцария — прекрасная, благословенная страна, нет слов. Но, поверьте, барышни, на Земле так же прекрасны и все другие страны, все уголки, все горки и холмы, все рощицы, все реки и озера. Где только природа наложила свою властную руку и запечатлена ее творческая сила, там все прекрасно. Нехорошо только там, где человек искусственно, по невежеству разрушает дивные создания природы. Сознание прекрасного находится в нас самих, и чем более мы любим природу и все ею созданное, тем более мы находим прекрасного везде на Земле. Глубина чувства, глубина любви определяет степень и, если хотите, размеры прекрасного. Вы утверждаете, что Россия прекрасна менее Швейцарии. Полюбите ее, полюбите всей душою, и для вас не будет ничего милее, как ваше Отечество. Уверяю вас, тундры нашего Севера и Африканская Сахара так же прекрасны, как и весь остальной мир. Полюбите только природу и людей. Заметьте, людей без всяких имущественных, сословных и расовых различий, и они, природа и люди, будут везде казаться для вас так же прекрасными, как и в Швейцарии, которая потому лишь кажется вам прекраснее нашего Отечества, что в ней на сравнительно небольшом уголке природа совместила часть того, что у нас щедрую рукою разбросано по необъятным пространствам России, Сибири, Финляндии, Кавказа и Крыма. Конечно, не только мои молоденькие сестры, но и я, и мой брат, мы все тогда скептически относились к мыслям, высказанным Тургеневым, хотя впоследствии, много лет спустя, когда нам удалось узнать лучше Россию, нам все-таки пришлось убедиться в том, какую правдою звучали слова нашего великого писателя, слова, которые он говорил нам на Женевском озере. После споров о Швейцарии и России, споров, конечно, облеченных в любезную и веселую форму, мы, как это бывает часто, незаметно перешли к литературной деятельности нашего гостя. Мы все три сестры были глубокими поклонницами его художественных произведений. Особенно средняя сестра Надя просто бредила некоторыми героями его повестей и находила, что лучшего писателя, как Иван Сергеевич Тургенев, у нас не может быть. Нужно сказать, что она была девушка пытливая, любознательная, и ее крайне занимал самый процесс литературного творчества, который ей казался всегда каким-то священодействием, полным таинственности. Потому она была особенно обрадована знакомству с любимым писателем, так как, ставшись с ним лицом к лицу, она теперь имела полную возможность приподнять таинственную завесу, удовлетворить своему любопытству относительно процесса литературного творчества. Когда зашла речь о произведениях Ивана Сергеевича, Надя не выдержала и обратилась к нему с просьбой объяснить ей, как это он пишет такие удивительные рассказы и романы. «А вас это очень интересует?» с улыбкой спросил Тургенев. «Ах, вы не можете себе представить, Иван Сергеевич!» ответила Надя. «Каким я сгораю любопытством!» Читая произведения ваши и других писателей, я напрягала все усилия, чтобы постигнуть самый умственный процесс литературного творчества, но пока тщетно. Вот я даже сама могу написать складно, например, письмо или что-нибудь деловое, строго прозаическое, но все мои попытки создать образы и картины решительно ни к чему меня не приводили, и потому создание какого-нибудь биолитеристического произведения всегда казалось для меня, как бы это удобнее выразиться, чем-то фантастическим, недоступным для способности обыкновенного смертного. А мне, напротив, кажется, что создавать биолитеристические произведения вовсе не так трудно, вмешалась вера. И я непременно бы сделалась литератором, если бы у меня был писательский навык и литературный слог. — За малым остановка, — засмеялся брат. — Действительно, — ответил Иван Сергеевич, — одинаково трудно быть биолитристом и не имея творческой фантазии, не владея в надлежащей степени литературным языком. Но желаете, мадам, я вас наглядно познакомлю с тем таинственным писательским творчеством, которое так вас интересует. — Ах, сделайте одолжение, — Иван Сергеевич, — закричали Вера и Надя почти в один голос. — Извольте, — сказал Иван Сергеевич, — но с тем условием, что вы будете снисходительны ко мне, если продукт моего сочинительства, которое я сейчас покажу вам, окажется не таким художественным, каким вы желали бы его видеть и слышать. Затем Тургенев начал быстро импровизировать нам целую повесть. Правда, он говорил сжато, почти лаконически, но язык его импровизации был бесподобен. Действующие лица воскресали перед нами точно живые, так пластична была их характеристика. Что же касается описаний природы, то они были полны глубокого чувства и поэтической прелести. Относительно содержания импровизированной повести, я должна сказать, что в основании ее лег эпизод знакомства его с нами. Так как при жизни Тургенев имел намерение, почему-то, впрочем, неосуществленное, разработать свою импровизацию в большую повесть для печати, то мы считали своим нравственным долгом никому не сообщать ее содержание. Но теперь, когда безвременная кончина великого писателя навсегда лишила русскую публику возможности насладиться произведением, созданным совершенно случайно на зеркальной поверхности Женевского озера, то, я думаю, не будет с моей стороны большой нескромностью, если я поделюсь с другими содержанием импровизации. Впрочем, я не буду распространяться и ограничусь лишь самым существенным. Вот в нескольких словах фабула Тургеневской импровизации, как он развил ее в августовскую ночь 1864 года на Женевском озере. В поезде, направляющемся в Женеву, едут две сестры-девицы. В том же поезде находится молодой человек, русский дворянин. Последнему удается оказать девицам какую-то незначительную услугу. И вот между молодыми людьми завязывается знакомство. Из обоюдных расспросов оказалось, что молодые русские барышни спешат в Женеву к своему больному брату с тем, чтобы взять на себя все заботы по уходу за ним. Что же касается молодого человека, то он, кончив курс в Петербургском университете, путешествует по Европе с одной стороны с целью расширения своих научных познаний, а с другой в движении западной философской мысли ищет разгадку проклятого вопроса о социальных противоречиях, мешающих жить людям по-человечески. Молодые люди производят друг на друга приятное впечатление. По приезде в Женеву они некоторое время не видятся, но когда больной брат-девиц выздоравливает, он знакомится с молодым ученым и вводит его в свой дом. С этого-то момента, собственно, и начинается роман. Молодые люди все более и более начинают сближаться и симпатизировать друг другу. Катанье по озеру, прогулки к водопадам, поездки по Рейну, восхождение на горы — все это служит только к тому, что отношения молодых людей делаются все более и сердечными. Здесь, в описаниях швейцарской природы, поэтический талант Тургенева с особенную силою восхищал нас. Но еще выше казалось нам творчество великого писателя, когда он с полуприкрытыми глазами и волнующуюся от наплыва вдохновения грудью рисовал нам тончайшими штрихами картину сердечных и душевных движений своих героев, интерес положения которых в импровизации усиливался тем, что две молодые девушки обе в одно время полюбили героя повести, и что он тоже не мог дать себе отчета, на который из двух сестер остановить ему свой выбор, так как обе были одинаково прелестны, умны и прекрасны сердцем. Различие между ними было только в складе их мысли, в направлении их умственных сил, в то время как одна была с умом практическим, серьезным и обожала своего героя, между прочим, за его реальные знания и права, обладание которыми, по ее мнению, могло приносить людям положительную пользу. Другая, младшая сестра, личность несколько экзальтированная, мечтательная, но вместе с тем страстная, энергичная, благоговела перед ним как перед искателем правды, как перед человеком, стремящимся сделать борцом за угнетенные права человека. Ввиду таких противоречий герой импровизации положительно очутился между молотом и наковальнею, как он не старался рассечь гордиев узел, как не старался выйти из заколдованного круга любви к обеим сестрам, из которых каждая одинаково его любила, но драматизм его положения с течением времени все более усиливался, так как, не давая ни одной из них категорического ответа, он томил в неизвестности себя и их, и заставлял одинаково как себя, так и их, переносить танталовы муки неудовлетворенной любви. Положение героя под конец сделалось настолько критическим, что он, не желая определенным образом сделать ту или другую из сестер несчастную, порешил было покончить с собою самоубийством. Логика обстоятельства невольно вела героя к этому ужасному исходу, но тут-то почти накануне самоубийства автор дает неожиданный и в художественном отношении прекрасный исход кризису. Герой его, прочитав в газетах телеграмму о ходе титанической борьбы американцев за освобождение негров, вдруг изменяет свое решение о самоубийстве и едет в Америку, где, наконец, и погибает за великое дело. В день отъезда он прощается с сестрами, счастье которых он уносит с собою. Эта сцена прощания рассказана была Иваном Сергеевичем с таким художественным совершенством, до которого он далеко не всегда возвышался в своих произведениях. Как я уже говорила, случай этот, где Тургенев в импровизированном рассказе обнаружил пред нами все богатство и плодовитость своего мощного таланта, навсегда врезался в моей памяти. И я считаю себя, даже теперь, когда мне уже минул сорок восьмой год, весьма счастливую, что мне в моей жизни удалось быть свидетельницей самого процесса поэтического творчества великого нашего писателя. Согласитесь, что наблюдать подобные факты не всегда возможно, и не каждому они доступны, поэтому нужен именно особенный счастливый случай, чтобы быть непосредственным их наблюдателем. Теперь коснусь самой главной темы моего повествования, именно встречи в Женеве Тургенева с Лассалем. Об этой встрече совершенно случайной, точно так же, как было случайно и наше знакомство с ним, русской публике едва ли известно. Глава вторая Прежде чем говорить о самой встрече Ивана Сергеевича с Лассалем, я расскажу один эпизод, с одной стороны рисующий личность покойного писателя в самом отрадном свете, а с другой необходимый для изучения самого факта встречи его с знаменитым немецким агитатором. Мне кажется, что это было на пятый или на шестой день после нашего знакомства с Тургеневым. В пансион Лёвэм весьма часто приходил один русский иммигрант Энн. Был он некогда очень состоятельным человеком, но вследствие иммиграции потерял свое состояние и существовал в Женеве лишь уроками, нужно сказать, скудно оплачиваемыми. Являлся он в пансион для свидания с своими русскими знакомыми, вследствие чего последние часто приглашали его к обеду за Табльдот, где обыкновенно собирались живущие в пансионе, за исключением, впрочем, нашего семейства, так как для нас, в большинстве случаев, по желанию брата, готовили стол отдельно. Впрочем, иногда и мы обедали за Табльдотом. Табльдот помещался в обширной стеклянной галерее, примыкавшей к главному корпусу пансиона и выходившей в сад. Галерея эта летом была обыкновенно увита плющом и уставлена растениями. В тот раз, о котором я говорю, мы все обедали за Табльдотом, с нами обедал и Тургенев. Едва все стали садиться за стол, как в дверях показался и Энн, и, остановившись при входе, начал разыскивать в толпе глазами кого-то из своих знакомых, но убедившись, что того, кого он искал еще в галерее нет, что ему подтвердила прислуга, он опять скрылся обратно, причем издали слегка кивнул головою Тургеневу, так как они были несколько знакомы. Почти в тот самый момент, когда Энн скрылся за дверью, один из двух молодых немцев, каких-то померанских юнкеров, усевшихся по другую сторону стола, несколько наискось от Тургенева, обратился к своему соседу с следующей насмешкой, громко произнесенную на немецком языке. Мне кажется, что этот русский эмигрант вечно голоден, так же, как и его отечество, из которого он бежал, и которое постоянно высматривает и выискивает, кого бы из своих доверчивых и простодушных соседей объесть и проглотить. Сенсация вышла общую. Многие просто рты разинули от изумления, услышав пошлую выходку немецкого юнкера. Брат мой даже побагровел от внутреннего негодования. Один только Тургенев остался по внешности спокоен, и лишь дрожание побледневших губ выдавало его волнение. Громко и внятно он обратился к нахалу, так что каждое слово было слышно во всех уголках галереи. Милостивый государь, не приняв соображения, что здесь находится много русских, вы осмелились оскорбить и их отечество, и одного из их соотечественников. Россия так могуча, что она презирает всех нахалов, как бы они не назывались, и не нуждается, чтобы ее защищали от них. Иное дело оскорбления, нанесенное вами моему, находившемуся в несчастье соотечественнику. Так как его нет в настоящую минуту здесь, и он не может себя лично защищать, то я беру эту смелость на себя. Я не требую, чтобы вы взяли свои слова назад, я не требую и того, чтобы вы извинились, но я требую одного, и надеюсь, меня поддержат в этом требовании все находящиеся здесь порядочные люди. Прошу вас встать из-за стола и удалиться из нашего общества. Человек, позволяющий себе без всякого повода неприличные выходки, не может быть терпим в кругу порядочных людей. Немецкий юнкер вздумал было защищаться новую дерзостью, но общее негодование против него было так велико, что он, по предложению хозяев отеля, принужден был удалиться из галереи. Его примеру последовал и его товарищ. Оба они в тот же день уехали из пансиона, и с тех пор их более нигде не встречали в Женеве. Рассказанную мною обстоятельство само по себе маловажное. Оно послужило к тому, что эмигрант Н еще более сблизился с Иваном Сергеевичем и дал ему возможность познакомиться с Фердинандом Лассалем, когда этот последний в роковые для себя дни проживал в пансионе Леве. К этому событию я теперь возвращаюсь. Накануне того дня, когда произошла встреча Тургенева с Лассалем, мы были вместе с Иваном Сергеевичем в гостях у одного из русских помещиков, проживавшего с своим семейством тоже в Женеве. Возвратившись из гостей в отель около трех часов ночи, мы немедленно разошлись по своим комнатам спать, так как нам предстояло встать на другой день не позже девяти часов утра. Дело в том, что Иван Сергеевич, собираясь на другой день уехать из Женевы, обещал зайти к нам проститься, и потому мы должны были встать пораньше, чтобы принять его. На другой день я едва вышла из своей комнаты в нашу столовую, как Вера и Надя, вставшие раньше меня и в ожидании чая отправившиеся было гулять в сад, быстро возвратились в комнаты в каком-то возбужденном состоянии. На мой вопрос, что такое случилось, Надя, с раскрасневшимися от изумления глазами, отвечала мне, вообрази, Мари, прислуга рассказывает, что в нашем отеле вчера вечером остановился итальянский бандит. Мне с Верой даже удалось его видеть сейчас на галерее, он действительно ужасно страшен. Лицо такое бледное, глаза блестят, и все ходит по галерее из угла в угол в каком-то сильном возбуждении, добавила Вера рассказ об итальянском бандите. — О ком это у вас речь? — спросил брат, входя в столовую, здороваясь с нами. — Вот они говорят, что в нашем пансионе остановился итальянский бандит, сказала я, указывая на сестер. — Возможно ли, усомнился брат, какой бандит? — Настоящий бандит, итальянский, пояснила Надя. — Странно, заметил брат с неудовольствием, туда, где живут порядочные люди, пускают бандитов. Ему место в тюрьме, а не в нашем пансионате. — Сегодня же объясню с администрацией пансиона, и если господин, о котором вы говорите, действительно бандит, то завтра же мы переедем в другой отель. — А не слыхали, как зовут этого итальянского героя? — спросил брат Веру и Надю. — Прислуга называет его Фердинандом Лассалем. Он приехал из Мюнхена. — Фердинанд Лассаль? — Ха-ха-ха! — рассмеялся неудержимо брат. Я тоже рассмеялась, так как мне было хорошо известно, кто был Фердинанд Лассаль, которого мои сестры сочли за бандита. — Да что же вы смеетесь? — заметила мне и брату сконфужина Надя. — Уверяю вас, что Фердинанд Лассаль бандит. Вчера вечером, как только он приехал, к нему сейчас же начали сходиться какие-то подозрительные личности, которые вели с ним таинственные переговоры чуть не до полуночи. Прислуга рассказывает также, что в бюро домовой конторы сегодня утром была доставлена на его имя с почты масса писем, телеграмм от его агентов чуть не со всех концов Европы. — Полно, Надин, полно, друг мой, хохотал брат. Фердинанд Лассаль может казаться бандитом только в воображении невежественной прислуги. — Да таких наивных институток, как ты с верою. Впрочем, он действительно бандит, только не итальянский, а немецкий, и командует не какой-нибудь шайкою всякого сброда, а сто тысячной армией германских рабочих. Вот какой бандит этот Фердинанд Лассаль. Пока брат подшучивал над наивностью русских институток, принявших Лассаля за итальянского бандита, нам доложили о приходе Ивана Сергеевича, который вслед за тем сам вошел в столовую. Не таково было впечатление Тургенева, когда он узнал от нас о присутствии в Женеве Лассаля. Он едва выслушал рассказ брата о том, что сестры со слов прислуги приняли Лассаля за итальянского бандита, и как только чай отпили, немедленно предложил нам сойти в галерею, чтобы взглянуть на знаменитого гостя. Помянуясь приглашению Ивана Сергеевича, мы все отправились на галерею, где, по словам Нади, можно было видеть Лассаля. Сойдя в галерею, мы застали там за табльдотом уже порядочное общество, собравшееся к утреннему чаю и кофе. Наши глаза невольно искали в толпе знаменитого экономиста. Впрочем, его нетрудно было найти, так как на нем было сосредоточено любопытство почти всех присутствовавших. Сверх своей знаменитости как политического деятеля, он в то время был еще героем той трагикомедии, которая называлась его любовью к мадемуазель Денигес, впоследствии мадам Раковиц. И потому неудивительно, что им все интересовались и что на нем сосредоточивалось общее внимание везде, где только он не появлялся. Я никогда не забуду того момента, когда я в первый раз увидела Лассаля, о котором столько читала и слышала, живя с братом в Карлсбаде и Женеве. При входе нашем в галерею он стоял у растворенного окна и вел разговор с двумя мужчинами, из которых один был наш эмигрант Эн. Руки его были покойно сложены, взор его блуждал медленно в толпе, на которую он смотрел несколько надменно и с привычной самоуверенностью и только нервное легкое вздрагивание бровей обнаруживало, что его озабочивает какая-то серьезная мысль и что он ведет разговор с собеседниками не без внутреннего возбуждения. Позе его, в которой он стоял, позавидовал бы каждый король, так она была проста, безыскусственна и вместе с тем даже величественна. Я никогда ни до того времени не видела его и потому при первой встрече он показался мне далеко некрасивым мужчиной, даже ниже своих фотографических изображений, но это отсутствие физической красоты искупалось с избытком громадным умом, запечатленным в каждом мускуле его открытого благородного лица и могучую душою и несокрушимую волею, отражавшуюся в его оригинальных круглых глазах. Признак гения. Вообще Лассаль произвел на меня подавляющее впечатление титана, пред которым я почувствовала себя полным ничтожеством, бесполезнейшим созданием на земле. Я взглянула на Ивана Сергеевича. Полузакрытыми глазами он жадно рассматривал Лассаля и своим глубоким пытливым взором кажется, желал проникнуть в самую душу стоявшего перед ним гениального народного трибуна. Мне думается, что в это время Лассаль для Тургенева казался кумиром. Так велико было то волнение, которое охватило автора записок охотника при первой встрече его с Лассалем. По-моему, впрочем, ничего не было удивительного в том, что Тургенев в тот период своей жизни с таким энтузиазмом отнесся к Лассалю, так как арена, на которой действовал Лассаль, была шире литературной арены Тургенева, да и вся гениальная личность Лассаля была колоссальнее Тургеневской личности, то, повторяю, неудивительно, что наш знаменитый писатель пришел в энтузиазм при встрече с человеком, превосходство которого над собою он, как слишком умный и понимающий человек, не мог не сознавать. Лассаль стоял в полоборота к Тургеневу и не мог видеть устремленных на него пытливых взоров Ивана Сергеевича. Но эмигрант Эн увидел его и немедленно раскланился с ним. Тогда и Лассаль обвел медленным взглядом Тургенева и затем, точно внезапно что-то вспомнив, наклонился к Эн и, указывая глазами на Тургенева, спросил его о чем-то. Эн с улыбкой ему ответил, тогда Лассаль вновь окинул Тургенева светлым взглядом и вновь о чем-то попросил Эн. Лицо Тургенева страшно заволновалось, так как для него, как и для всех, очевидным было, что Лассаль спрашивает у Эн именно о нем. Чтобы скрыть свое волнение, Тургенев начал было разговор с братом, но в это время к нему подошел Эн и, пожав руку, передал ему о желании Лассаль познакомиться с ним. Тургенев, совершенно не ожидавший этого, в первое мгновение был точно озадачен, но затем, извинившись перед нами, что оставляет нас на несколько минут, направился к Лассалью свою мерную, спокойную походкою. Лассаль тоже сделал несколько шагов навстречу нашему писателю, причем глаза его смотрели на Ивана Сергеевича ласково, и черты его сложились в ту тонкую, нравящуюся женщинам улыбку, которая у него появлялась, когда он испытывал внутреннее удовольствие. Он первый протянул руку Ивану Сергеевичу и первый заговорил с ним. О чем происходила беседа между двумя знаменитыми людьми, мы не могли тогда слышать и узнали отчасти лишь потом от самого Тургенева, но было видимо, что Лассаль произвел на него самое приятное впечатление. Разговор, происходивший между Лассалем и Тургеневым, был передан мне последним лишь несколько лет спустя при иной встрече нашей уже в Париже, так как в тот день, когда состоялась встреча Лассали и Тургенева, мы не считали себя вправе предлагать Ивану Сергеевичу какие бы то ни было вопросы относительно обстоятельств встречи, хотя признаюсь, сгорали большим любопытством. Разговор между ним и Лассалем происходил на французском языке и говорилось приблизительно вот что. Как я уже сказала, первым заговорил Лассаль. Я очень рад, сказал он Ивану Сергеевичу, пожимая ему руку, что судьба на этот раз соблаговолила ко мне и позволила мне увидеть одного из интеллигентнейших людей страны, о которой мне довелось читать и слышать столько много чудесного. «Вы приписываете мне, господин Лассаль, уж слишком высокую роль», отвечал Тургенев свойственной ему скромностью, тогда как я лишь скромный литературный деятель, и все мое значение в отечестве ограничивается лишь сравнительно незначительным влиянием на немногочисленный кружок моих читателей. «Полноти», господин Тургенев прервал его с улыбкой у Лассаль, «Как ваши личные качества, так и ваше значение в России мне хорошо известны из рассказов ваших же соотечественников, и повторяю, я весьма рад, что встретился с вами и имею возможность благодаря Энн познакомиться с вами». Затем Лассаль предложил Тургеневу сесть за небольшой стол, стоявший у окна, за которым уже сидели Энн и другой господин, с которым Лассаль беседовал при входе нашим в галерею. Он представил Тургенева этому господину, оказавшемуся доктором Генли из Мюнхена, и приказал подать для всех кофе. Во время кофе беседа Лассаль с Тургеневым продолжалась с видимым оживлением, причем Тургенев старался держать себя спокойно, тогда как Лассаль, видимо, чем-то был озабочен и изредка поглядывал на входную дверь в галерею. Беседа их продолжалась не более семи десяти минут, как вошел поспешно Кельнер и, разыскав доктора Генли, подал ему запечатанный пакет. Тот быстро вскрыл его и шепнул что-то Лассалью. При этих словах Лассаль точно получил какой-нибудь сильный толчок, на секунду молния негодование озарило его лицо. Затем он, видимо, побледнел и, вставший из-за стола, начал извиняться перед Тургеневым, что его ждет неотложное дело и ему нужно удалиться в свою комнату. Тургенев с грустью горячо пожал протянутую ему руку Лассаля и, когда тот, поклонившись, с приветливой улыбкой скрылся из галереи, он несколько секунд смотрел вслед удалявшемуся трибуну и на глазах его блистали слезы. Он молча распростился с эмигрантом Энн и доктором Генли, которые тоже сейчас удалились вслед за Лассалем и затем возвратился к нам. Когда он подошел к нам, то был так взволнован, что не мог даже говорить и на замечание брата, что Лассаль по внешности действительно кажется живым человеком, он лаконически ответил «Да, Лассаль гениальный человек». Вслед за тем мы все ушли из галереи в наши комнаты и через несколько минут Иван Сергеевич распрощался с нами. Видя его волнение, произведенное, конечно, неожиданную встречу с Лассалем и беседуя с ним, мы не старались его удерживать и пожелали ему на прощание всех благ. Иван Сергеевич уехал из Женевы в тот же день и мы свиделись с ним в другой раз лишь несколько лет спустя в Париже. Прошло несколько дней после встречи Тургенева с Лассалем, как вдруг сначала в пансионе Леове, а затем по всей Женеве распространился слух, что Лассаль смертельно ранен на дуэли с женихом Денигес, Янком раковицею. Сначала никто из нас не хотел верить ужасной судьбе Лассаля, которого мы почти каждый день встречали, но потом, дня через два-три, нам пришлось быть очевидцами грандиозной похоронной процессии, устроенной республиканцами знаменитому вождю германских рабочих. В самый день процессии эмигрант Энн получил от Ивана Сергеевича по переводу сто франков с лаконическую просьбой возложить на гроб Лассаля венок от неизвестного почитателя. За последние двадцать лет мне приходилось несколько раз встречаться с Тургеневым, но он никогда без сильного волнения не мог вспомнить имени Лассаля и единственной встречи с ним в Женеве. Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова